У нас злого, что ли, держишь? 90% он набрал. Вам не стыдно такое, говори? Я использовала приложение Фотон, и Фотон сказал мне портить бюллетень. Путин украл у меня родину. Надеюсь, что он скоро сдохнет. Выкопали из могилы, отрубили ему голову, публично, так сказать, его труп повесили. На Навальный сразу ебнул. Если ничего не поменять, если будем воевать вот так, как сейчас воюем, мы все сядем, система рухнет, и мы все сядем, а я не хочу. Ну все, контракты кончились с Единой Россией. А вы часто перед таким выбором оказываетесь? Владимир Путин, император, которого все боятся, весь мир. А вы боитесь? Я не боюсь, я уважаю. Как вы относитесь к войне, которую Владимир Путин начал 24 февраля 2022 года? Подождите, у вас есть родители? Родители есть? Вам не стыдно такое говорить, что кто начал войну? Родители, родители у вас есть? Вы боитесь? Я вам задаю вопросы. Я вам задаю вопросы, как вы относитесь к 24 февраля 2022 года? Отлично. Почему? Отлично. Эта война началась еще до, до, до 24 февраля. 22 февраля, 24 февраля. Давно, 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 а? Ты хочешь со мной на фронт? Я бы поехал. Ты хочешь со мной на фронт? Со своими временами я бы поехал. Ди, правильно? Но меня не берут. На фронт, когда поедешь, чтобы воевать. А, он не поедет. Давай, давай. Русские и так справляются без меня, а мне даже не надо туда. 12 часов и 40 минут на часах. Мы находимся в Тель-Авиве совсем недалеко от консульства Российской Федерации, где сейчас проходит так называемое голосование за так называемого президента Российской Федерации. Мы пришли сюда сегодня в 11, и час 40 минут мы шли вдоль всей очереди. И надо сказать, что она прибывает и прибывает. Тех, кто пришел сюда непосредственно в полдень, очень много. Тех, кто пришел заранее, еще больше. Люди приходят сюда с самого утра, с 8 утра, как только открылись участки, как только появилась возможность проголосовать, использовать бюллетень по своему гражданскому назначению. Есть те, кто пришел заранее и хочет встретить в полдень. Я надеюсь, уже встретил полдень непосредственно в консульстве. А есть люди, которые продолжают сюда приходить. Им сегодня важно здесь быть. Об этом вы узнаете из огромного количества интервью, которые мы сняли сегодня. Но это не самое главное интервью, ведь вы смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». И главный гость этого включения будет совсем скоро. За кого будете голосовать, если не секрет? За Пукина. Вы его давно поддерживаете? Да. А что вам нравится в его работе? Нравится его стремленность, его собранность, живость его. Он единственный президент всех этих дедушек и бабушек. Скажите, а вы следите за международной политикой России? Ну, конечно. Как вы относитесь к тому, что Российское министерство иностранных дел встречается с представителями движения «Хамаса»? Плохо. Это нам не нравится. А вы думаете, Путин поддерживает эти встречи или они происходят не его ведомо? Не знаю. Это я не знаю. Ну, я считаю, что нужно выбирать из того, что есть. Деванков лучше, чем ничего. Хотя понятно, что это все из того, что есть. Я думаю, что за рубежом главное то, что здесь видно, это огромное количество людей. Мы все равно не можем повлиять на количество бюллетеней. Даже если бы их считали, все равно это ничто. Просто нас много, мы есть. Это важно. А что они там насчитают, в общем, без разницы. Скорее всего, не буду голосовать. Испортите бюллетень? Бюллетень. Вообще не пойду туда. Просто тушка хочу поучаствовать в акции. В акции «Полдень против Путина»? Как вы проголосовали, если не секрет? Как все. Как большинство считаю за Путина. А вы поддерживаете его политику? Да, поддерживаю. А что вам нравится из того, что он сделал в последнее время? Трудно сказать, ответить. Вы же его за что-то поддерживаете? Да, конечно. А за что конкретно? Я в 90-е жил и знаю, насколько изменилась жизнь в России и насколько все изменилось. А когда вы были последний раз в России? В том году. А где вы были? В Москве. Как вам Москва похорошела? О, не то слово. А как вы относитесь к тому, что российский МИД встречается с представителями КАМАЗа? Я считаю, что встречаться надо. Во-первых, там заложники. И это основная задача – вытащить оттуда этих людей. С Дванкова. Я считаю, что в данной ситуации выбор, за кого именно голосовать, кроме одного кандидата, не настолько принципиален. Поэтому я решила присоединиться к мнению моих друзей. Все-таки социальный пузырь довольно важен. Вот. И одобрение моих друзей. И у меня сложилось впечатление, что это тот кандидат, к которому присоединяется оппозиционное большинство. И я бы хотела добавить ему пару голосов. Не потому, что я поддерживаю его программу, но потому, что мне хочется увидеть большой результат у какого-то конкретного человека. Задванкова. Я согласна с мнением Максима Каца. Акция «Полдень против Путина». Как вы к ней относитесь? Ну, я здесь, как вы видите. Вы принимаете в ней участие? Ну, пожалуй, что да. Как бы я оказалась тут в это время. Для вас это важно? Хороший вопрос. Надеюсь, что это на что-то повлияет. Но да, для меня это важно. Ну, я планирую испортить бюллетень и проголосовать за Навального, дать свой голос за Навального. Очевидно, и по акции «Полдень против Путина» вы участвуете? Ну, видимо, сейчас полдень. И я, видимо, здесь таким образом получается, что участвую. Как вам количество людей? Говорят, очень много. Неожиданно много. Даже не сразу было понятно, что очередь на самом деле заворачивается за здание, идет настолько далеко. То есть я просто, ну, я сама была удивлена и приятно удивлена. Вы собираетесь здесь подождаться своей очереди и все-таки проголосовать? Да, я надеюсь, что это случится. Я надеюсь, что мы сегодня успеем это сделать. Я считаю, важно здесь постоять, но сам факт голосования я не считаю важным. А как вы будете голосовать, если не секрет? Я использовала приложение «Фотон», и «Фотон» сказал мне портить бюллетень. Что вы нарисуете или напишите, если не секрет? Я пока что думаю, у меня есть несколько вариантов либо против войны, либо Путин-убийца, либо за Навального. Я, к сожалению, не смогу голосовать, но я пришла, чтобы поддержать своих. Мы пришли сюда в полдень. До 12 не заходили, были солидарны, несмотря на очередь. Готовы постоять. Я думаю, это единственная очередь, в которой в ближайшие 20 лет мне придется стоять. И поэтому не жалею времени, и это самая приятная очередь. Огромное количество светлых лиц, единомышленников, не побоюсь этого слова. Эмиграция. Я вынуждена эмиграция. Путин украл у меня родину. Я вынуждена жить здесь. Надеюсь, что он скоро сдохнет. Собираетесь вернуться в Россию? Как только он сдохнет. И я, и мои дети, мы все этого очень ждем. Я испорчу свой бюллетень, поэтому я взяла свои фломастеры, которые нестираемые чернила, как бы в других регионах. Ну, напишу, что про кого думаю, что Путин-убийца, что Слуцкий-ернасильник, есть там также две куклы подсадные. Напишу свое заявление, то есть испорчу свой бюллетень, таким образом выбав из голосования. Поставлю несколько галочек, пишу Навального, в общем, испорчу бюллетень. Мы хотим проголосовать, а не испортить бюллетень. Вот, чтобы проценты были все-таки повлиять на проценты. Наверное, задаванкован, но я пока что сомневаюсь. Есть еще несколько часов, чтобы решить. Да, я вижу, да. Я поставлю галочки напротив всех и напишу память Алексея, что это. Я не уверена, что я достаюсь голосовать, но вот постоять здесь и сказать, что да, мы не хотим, чтобы это продолжалось дальше. Хотя мы давно уже уехали, но мы не хотим, чтобы там это происходило такое, как оно происходит сейчас, вся эта война. И мы поэтому и уехали, собственно говоря. Сложившаяся в России ситуация, это еще и форма мирного протеста. А это важно делать, важно выражать свое мнение. Особенно, если ты не согласен с политикой государства. Мне хочется, чтобы много людей в России знали, что сопротивление продолжается, что мы будем бороться за свою страну. Неважно, где мы находимся, куда нас раскидало. И что таких людей много. И очень важно создать ощущение единства, сопротивления, диктатуре. И положить конец войны. У меня много друзей сейчас в Москве. И последние несколько дней мы общаемся с ними на тему того, как они это ощущают. И для меня важно было оказаться здесь. Может быть, даже мы не успеем отставить все это полную очередь и поставить голос, или сделать что-то в формальном плане. Но мы покажем, что мы не равнодушны ко всему, что происходит. И нам важно быть с людьми в этот момент, в это время. Почему вы здесь сегодня? Потому что я просто хочу поучаствовать в этой акции. Будете голосовать? Ну, да. Вы дождетесь своей очереди? Тут очень много людей сегодня. Я ближе к началу. И да, я надеюсь, что я дождусь. Расскажите тогда, пожалуйста, про вашу толстовку. На вас написано «Верните Андрея домой». Да, это гражданин России Андрей Козлов, который сейчас находится в заложниках у Хамаса. Вы его знаете? Да, мы с ним живем в одной квартире. Мы с ним приехали вместе в Израиль полтора года назад. Это мой друг. Вот. И мы все очень его ждем. Как вам кажется, российская сторона делает достаточно, чтобы Андрей вышел на свободу? Я не знаю точно, делает ли она достаточно, но я точно знаю, что она что-то делает, потому что родители Андрея встречаются с политиками России. И мне кажется, они все-таки пытаются что-то делать для этого. Почему вы сюда приехали? В Израиль? Да. Ну, в принципе, было давно понятно, что то, что происходит, это совсем не то, что мне нравится. И я хотел бы, чтобы мои дети в другой атмосфере росли. Ну, то есть, к 2018 году мне стало очевидным, что страна движется совсем не туда, куда надо. И даже если тренды изменятся, ну, хорошо там станет все-таки, может, лет 10 на это уйдет. Ну, в 2018 году я считал, да? Ну, в 2018 году я, от 2018 года я считал. Вот. И я решил, раз у меня есть возможность, значит, почему бы не... Ну, чтобы дети не росли в нормальной такой атмосфере. То есть, вот эта вот самая главная проблема, это вот эта атмосфера нетолерантности, атмосфера такой ненависти, которая просачивается, ну, уже во все поры общества. И вот в 2018 году было понятно уже, что так оно и будет, и в какой-то момент станет хуже. И я это решение принял, но я не то, чтобы, знаете, навсегда уехал. Это не так. Не-не-не, это ни в коем случае. То есть, я... Это вообще было решение такое, больше о детях. То есть, я решил, окей, пусть они у меня живут в Израиле, а я буду работать в России. И я первые два года, с 2018 по 2020, работал, большую часть времени проводил, наверное, там. Ну, так вот, примерно поровну, знаете. Месяц работаю там, прилетаю сюда на месяц к детям, потом опять туда в самолете жил, в общем-то. И потом, когда ковид начался, да, я завис уже здесь, первые три месяца там. Потом, как только вывозные рейсы начались, прилетел сюда, и здесь уже завис. И когда снова движение восстановилось, ну, после этого я уже не рисковал туда ездить. Еще формальных уголовных дел не было, но я уже знал, что я уже в конфликте с ними, ну, конфликт слишком далеко зашел. В принципе, и в 18-м, 20-м конфликт уже был. Я же вам, по-моему, даже как-то это рассказывал, что, значит, вот, ну, в 18-м году они мне уже сказали, все, значит, ну, там, с голоду сдохнешь, как вот один из них мне сказал, переговорщик. С голоду сдохнешь, там, семью кормить нечем будет, в нищете будешь жить. Я, значит, с 18-го по 20-й год посрамил, так сказать, этот прогноз. Ну, то есть, на тот момент атмосфера в стране еще была такая, что достаточное количество людей были готовы пользоваться моими услугами, невзирая на такую уже откровенную негативную установку Кремля. То есть, мне хватало, да, конечно, ну, объемы доходов снизились, конечно, единороссов я уже не видел после этого, почти на субподряд еще брали. Вот, но чтобы ты официально, так сказать, там фигурировал, нет, их это уже, ну, то есть, они это побаивались делать. Ну, тем не менее, до 20-го года еще, в общем, по-божески. Вот, совсем все прекратилось это, когда война началась. Там, да, в течение недели буквально мне отзвонились буквально все там клиенты, да, в том или ином виде, как кто-то тайно там, через обходными путями, там, с каких-то левых телефонов, кто-то, наоборот, прям со своего, так, открыто, что в силу занятой тобой позиции считает наше дальнейшее сотрудничество невозможным, там, как-то вот так. После того, как, значит, ковидное ограничение сняли, я даже два раза покупал билет и каждый раз переносил вылет, потому что, ну, вот, уже, уже чуйка говорила, что нет, что-то уже, уже, уже зона риска. Ну, то есть, моя судьба не в моих руках будет, да. Может, и не примут, может, не арестуют, а может, и арестуют, и решат буду не я, будут они. И вот эта мысль, хочу ли я, там, вверять свою судьбу в руки вот этих людей, но она меня, как-то, в общем, я решил, что не хочу. Вы же хорошо успели их узнать за время работы внутри системы? Ну, да, да. Что это за люди? Это вообще очень интересная история, значит, они, на самом деле, вот, когда ты индивидуально с ними вот так разговариваешь, они вообще все-все понимают. Прям вот правда. Сколько все они понимают? Вот прям, вот, прям, ну, сильно-сильно. Это, ну, что они понимают? Это, ну, 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 допустим, там, что, значит, скоро путинское большинство исчезнет. Ну, то есть, последний раз я вот с ними, там, спорил в восемнадцатом году, оно еще было, да, и я говорил, ну, смотрите, ну, идут же процессы, эрозии, ну, че, честно, там, дурака валять, ну, че, неужели вы не видите? И когда вот один на один разговариваешь, там, ну, да, да, есть проблемы. А что они про Путина говорят? Не, ну, понятно, он для них начальник, ничего плохого они про него не говорят. Они могут или они не думают ничего плохого о нем? Они давят в себе это, я думаю. Ну, то есть, я знаю, как это бывает, потому что я сам на него работал. Да, и... Вам приходилось как-то с собой договариваться, или ваше отношение менялось со временем? Ну, наверное, приходилось, и поэтому первый раз, когда я оттуда ушел, я же два раза от него уходил. То есть, я вот, значит, хотел сказать, я два раза входил в одну и ту же реку, но это... Кто из нас не возвращался к бывшему Аббасу? Первый раз я пришел работать, вот он только пришел, полгода где-то отработал президентом, и все, я закончил свою Академию Госслужбы, меня туда пригласили, я пришел год отработал. И за этот год уже было видно, происходили вещи, которые мне не нравились. Там, значит, НТВ, вот эта вот вся история там началась уже. Там было уже видно, там, вот эти газпромовские истории, там. Вот, поэтому закручивание гаек такой, ну, тренд на авторитаризм уже так обозначился, поэтому я с удовольствием, когда вот возникло предложение уйти к Немцову, значит, он меня пригласил, я с удовольствием этим воспользовался. Потому что, ну, вот, с точки зрения идеологии, эстетики, меня, так сказать, все это привлекало. Вот, потом, когда он пришел работать, ушел работать премьером, и меня снова туда пригласили, к нему в правительство, ну, на уже гораздо более высокую должность, потому что первый раз я был еще совсем молодой, я работал там, ну, на ординарной должности. Вот, ну, я тоже писал тексты выступления, да, но само звание там было низким. А тут уже такая должность, она, ну, генеральская. И, значит, и атмосфера такая была, я вот напомню, что было принято решение в пользу Медведев. Вот до этого долго шла такая шлагонка, там, то ли Иванов, то ли Медведев. И Медведев был, там, кандидатом нашим, так сказать, да, вот этих сеслипов, там, системных либералов, да, Иванов, он такой был более мутный, там, с силовым бэкграундом, значит. А Медведев, ну, такой, свобода была, лучше не свобода, там, коррупция, конечно, да, там, просматривалась уже, ну, типа, кто, так сказать, не грешен, идеальных там не бывает. Вот, поэтому, ну, казалось, значит, что, вот, произошла консолидация власти, Путин ее консолидировал после хаоса 90-х, действительно, в какой-то степени это было необходимо. Вот. И сейчас Медведев начнет, там, нормальные реформы уже. И он же об этом говорил, понимаете, его, вот, первые, там, пару лет, потом вот этот, значит, его, его предупрежденная кампания до этого. Ну, вот, было ощущение, что сейчас, вот, так сказать, начнется исправление, наконец-то. А война в Грузии? Она способствовала этому исправлению? Война в Грузии чуть позже произошла, это, я сейчас говорю о моменте, когда я принимал решение, когда случилась война в Грузии, я уже был там. По поводу войны в Грузии, у меня, знаете, какое мнение, оно не, оно, так сказать, ну, нет никаких абсолютно доказательств, пользуя моей точки зрения, но мне кажется, что это был способ не столько даже для Путина, сколько для силовиков ограничить возможности движения Медведева в сторону Запада. То есть, они, на самом деле, эту историю, мне кажется, спровоцировали. Да, они получили отмашку от Путина, я думаю. То есть, я думаю, Путина уже к тому моменту, к августу, уже начала напрягать вот эта активность Медведевская, и его вот этот реформаторский, так сказать, треп, там, да, вот, свобода лучше не свободы, Россия вперед и все дела. Вернее, Россия вперед, там, это потом появилось, попозже, но, ну, тренд был очевиден. Вот, и вот я как изнутри вам говорю, что, на самом деле, трение между аппаратами уже намечалось. Ну, то есть, администрация президента Медведевская вдруг, там, значит, ведет себя так, как будто, ну, Медведев главный, да, и аппарат правительства, как бы, пытаются, там, подмять, ну, то есть, вопрос контроля исполнения поручений, там, и так далее, кого пресс-службы, там, жестко вступили в схватку, чьи сюжеты первыми должны идти, значит, пытались паритет выстроить, значит, что, давайте, так сказать, ну, вот, если про Медведева, там, две новости в день, то и про Путина две новости в день. У Медведева не должно быть больше. А в реальности Медведев, там, навалился на работу, он в день, там, гнал по, не знаю, пять-шесть публичных мероприятий, а Путин, наоборот, расслабился. В первые месяцы, вот, до осени, вот, все лето, реально, ну, два-три публичных мероприятий в неделю. И паритет в этой ситуации выстроить, значит, Медведев, там, кучу, кучу своих сюжетов, того, чем он занимается, вообще не будет, там, показывать народу, да, и их это не устраивало. Ну, то есть, начались терки внизу, там, уже, такие серьезные, я не знаю, были ли конфликты между ними на самом верху, думаю, что нет. Ну, на тот момент не было точно. Ну, вернее, не точно, но предполагаем. Потом, наверное, были. Вот, но, вот эти терки начались, и в этот момент, я думаю, силовики, так сказать, ну, Владимир Владимирович, ну, что, смотри, как-то он, что-то куда-то... Слишком к западу. Ну, типа, во-первых, вообразил себя начальником, да, он же начал их ограничивать, он же там, помните, прекратить административное давление на бизнес, значит, внесли изменения в уголовное законодательство, значит, уголовно-проциальное законодательство, что если ты коррупционер и при этом силовик, то это, как бы, отягчающее обстоятельство, ну, что-то такое там, в общем, из силовых структур. Ну, то есть, он по отношению к ним себя, ну, так, вел, ну, им совсем это не нравилось. И, я думаю, они, вот, придумали этот план, они понимали, что он не сможет не занять эту патриотическую позицию антиамериканскую, что американцы будут, так сказать, в нем страшно разочарованы, будут его критиковать, он будет огрызаться, ну, и они его загонят в это патриотическое стойло, так сказать. Собственно, так оно и получилось. Да, его возможности двигаться вот в том направлении были ограничены. Я не думаю, что это путинский план был, но я думаю, что в какой-то момент Путин, так сказать, махнул рукой. Медведевский президентский срок, наверное, был тем небольшим исключением, когда Владимир Путин чуть-чуть ослабил хватку, выпустил немножечко власть из рук. Мы сегодня пишем с вами этот разговор 17 марта, в последний день президентских выборов, и в 12 году, и в 2008 году, о котором мы сейчас с вами вспоминаем. Можно ли было предположить, что Владимир Путин будет у власти столько, сколько ему позволят быть в этой власти? Ну, конечно, можно было это предположить уже, но, с другой стороны, уверенности не было. Перед глазами реально стоял все время пример того, что в 2008 году он же ушел. В принципе, в 2008 году он уже в достаточной степени контролировал ситуацию, он мог себе позволить изменить Конституцию уже тогда. Он не стал этого делать, он ушел и посрамил тем самым тех, кто говорил, что он не уйдет. И поэтому, когда каждый раз, когда мы обсуждали, что будет дальше, всегда всплывала эта тема. Сто процентной уверенности, что не уйдет, нет. И еще вот эта точка зрения, что он же легалист, хотя бы формально он хочет, чтобы все соответствовало Конституции. В пользу того, что останется, говорило то, что, а как он может уйти? Он уже совершил столько преступлений, нажил столько врагов, что вот если он сейчас уйдет, ну, он реально в зоне риска оказывается. И нет, вот после того, как с Медведевым, казалось бы, ну, совсем уже вот такой вот подконтрольный, плюшевый там, да, и все равно там были куча проблем, куча терок. И реально в 2011 году не факт, что, ну, то есть многие считали, что Медведев может и не уйти, возьмет и пойдет на второй срок. Вот честно, в среде силовиков эти разговоры, я не знаю, как сейчас, но тогда ходили, вот я помню, один генерал мне рассказывал, там, значит, из МВД, что там, слушай, ты не понимаешь все эти протесты, это же Медведев сам, значит, вместе с Сурковым, с Павловским, это они же все сами придумали. Значит, это вот, чтобы потом прийти к Путину и сказать, Владимир Владимирович, ну, видишь, народ не хочет, чтобы ты вернулся там, да, вот. То есть у них там эти вот конспирология вся эта расцвела пышным цветом, я не знаю, на самом деле, точно ли Путин ей не верил, или, может быть, и верил даже, ну, значит, может быть, там, наполовину, так сказать, да, там, осадочек остался, так сказать, да, понимаете. И поэтому он, значит, вот, рискнуть еще раз сыграть в эту игру, когда один раз уже вот, ну, так получилось криво, и реально в зоне риска оказался, да, вручать свою судьбу какому-то преемнику, ну, его к черту. Ну, то есть были аргументы и за, и против. Я, на самом деле, до сих пор не исключаю, что в какой-то момент он все-таки это сделает, да. Уйдет из власти? Ну, как уйдет, вот, вот как он ушел в 18-м году, да, то есть он будет пытаться править из-за кулис, то есть другой позиции. В 2008-м вы имеете в виду? А? Вы сказали, в 18-м ушел. В 8-м, да, извините, да, конечно, в 8-м. Ну, то есть вот так же, да, то есть вроде ушел, а на самом деле и не ушел. То есть я думаю, вот как-то так он может попытаться. Ну, потому что если он будет оставаться до конца и будет исполнять ту роль, которую он исполняет сейчас, когда он единственный, вот, непререкаемый авторитет для всех, а все остальные друг к другу там, друг к другу в конфликтах и в страшных терках, ну, там какие-то же вообще постоянные внутренние войны. И потом это же закончится, ну, когда он физически уйдет все равно в какой-то момент. И если не будет уже вот к тому моменту консенсусного какого-то преемника, а после того, как он умер, консенсусным он уже точно не станет, он все равно будет либо к одному клану ближе, либо к другому, либо к третьему, да, и, значит, какие-то будут недовольны, вот, и начнется борьба, и это все разнесет к систему к чертовой матери. Вот. А ему же, ну, не хочется, у него там, в конце концов, есть дети, ну, и вообще он там мнит же себя таким, в историю войти хочет. Ну, то есть он не хочет, чтобы его, как Оливера Кромвеля, там, выкопали из могилы, значит, отрубили ему голову, там, и публично, так сказать, его труп повесили, да, чтобы там в назидание лондонцам. А такое может произойти? Ну, смотрите, ну, не в буквальном смысле слова может быть, но то, что его предадут проклятию, значит, ну, это абсолютно возможно, потому что есть за что, строго говоря, да, и поэтому ему надо предпринимать специальные усилия для того, чтобы этого не произошло, чтобы остаться, так сказать, лежать в мавзолее, ну, метафорически выражаясь. А как вы думаете, вот, все, что он делает сейчас, и то, что мы видим в России на избирательных участках, его приближает к какому сценарию? К сценарию Оливера Кромвеля или сценарию, где Владимир Путин будет лежать в мавзолее рядом с Валетом, с Лениным, и будет, почитаем, еще много-много лет. Даже если он полежит чуть-чуть в мавзолее, то это очень недолго будет. Ну, то есть представить себе, что этот режим, который в высшей степени противоестественен, и как бы он ни напрягался, все равно эрозия идет. Представить, что он переживет своего создателя, это же очень персоналистский режим, тут все вот прям завязано на одного человека, и вот это, ну, крайне, понимаете, в тени этого человека не взрастет никто, кто, знаете, будет приближаться хотя бы к нему в смысле способности, так сказать, удержать все рычаги в нужный момент, а перехватить их, понимаете. Вот. Ну, он слишком вокруг себя собрал сервильных, подобострастных людей. А такая публика, ну, они умеют служить, прислуживать, но они плохие игроки, сами получаются. Нет, может быть, кто-то из них, среди них, так сказать, кто-то себя проявит, то есть, на самом деле, полностью исключать нельзя, но в среднем, вот, вот, шанс на это не очень велик. То есть, в среднем сервильная публика редко вырастает в, вот, таких серьезных самостоятельных игроков. И удержать вот эту вот ситуацию, когда, там, экономика ухудшается, протесты на стране усиливаются, там, в регионах все больше недовольство центром, понимаете, союзников на внешних фронтах все меньше, вот. Вот, ты раздражаешь, ну, всех, вот, вокруг да около. Институтов функционирует же все хуже и хуже, понимаете. И это материальная, абсолютно материальная штука. Балуевский, недавно начальник генерального штаба, написал же статью, где он подводит итоги двух лет СВО и говорит, что надо признать, что новейшие системы вооружения ракетные и артиллерия, а это же бог войны, так сказать. И именно они, с их помощью ты выигрываешь войну. Они отстают, российские отстают от натовских, ну, серьезно отстают от НАТО. Вот. И если в ситуации, когда санкции были такие игрушечные еще, да, мы уже отстали в этой части, то, значит, чем дальше, тем больше мы будем в этом смысле отставать. И, а страна-то воюет. Ты можешь себе позволить, чтобы твое вот это все не отставало, когда ты, значит, в мире живешь с остальными. А когда ты постоянно воюешь, ты не можешь себе это позволить. Значит, ты должен что-то предпринимать, ты должен кого-то увольнять, значит, ты должен какие-то реформы организовывать. Вот. Ты не можешь плыть просто по течению, потому что течение тебя несет не туда, куда надо. А когда ты это все начнешь делать, ты это все вот дестабилизируешь, понимаете ли, Нино? И даже Путин не в состоянии это будет организовать, вот это вот, значит, удерживать все и при этом все реформировать и делать более эффективным. А какой преемник-то, который не будет, безусловно, авторитетом для элиты, он тем более с этим не справится. Потому что любая реформа, это всегда кого-то ограничиваешь, кого-то злишь, понимаете? Правильно ли я понимаю, что 80 с лишним процентов, которые Владимир Путин хочет увидеть по итогам этого голосования, должны стать вот тем самым клеем, который попробует еще немножечко вот эту систему сдержать в стабильности и в целости? Да. Ну, очень, в общем, правильно сформулировали. Значит, реально им это, ну, кто-то из экспертов, Прокопенко, по-моему, вот я от нее услышал, по-моему, вот эта формулировка, инъекция легитимности, очень точная формулировка. Значит, ему нужна инъекция легитимности, потому что за последние годы реально перестали его воспринимать как всенародно избранного, так сказать, популярного президента. То есть стало казаться, что вся его власть держится на штыках, на репрессиях. То есть обычный диктатор, не вот тот демиург, так сказать, каким он был когда-то раньше, человек, который пришел там и влюбил в себя страну, да. Вот, все, как бы забыли, проехали, да, и просто, просто диктатор. И вот он попытался эту тему вот возродить, но получилось, конечно, отвратительно. Ну, то есть он реально выходит из этой кампании с легитимностью, которая будет ослаблена, а не усилена. Акция «Полдень против Путина». Насколько на это влияет? Ну, конечно, это очень важный фактор. Значит, может быть, даже главный, наверное, все-таки. Ну, смотрите, сдача подписи в поддержку Надеждина, конечно, сыграла свою роль. Значит, похороны Навального, которые, ну, вот это, особенно вот эта вся свистопляска, которая до этого была, когда там тело стали, старались не отдать, да. И потом под давлением, очевидно, под давлением общественного мнения отдали, вот, отступили. И вот, и плюс вот эта акция «Полдень против Путина», плюс огромное количество вот этих бюллетней, да, где там пишут за Навального, там, Путин убийца, там, да, ну, вы видите, там, все, весь интернет забит. Вот, вот это все, все в совокупности, вот оно дало этот эффект. Ну, то есть не одна акция «Полдень против Путина», да, а вот эти все вещи. Ну, я бы вот тогда сказал, наверное, пять вещей. Подписи на Надеждину, можно даже Дунцова вспомнить, кстати. Вот в декабре ведь повестку я завладел у Дунцова, сейчас, может, чуть-чуть подзабылось. Надеждину-то поначалу вообще никто не воспринимал там. Пока вот лидеры зарубежной оппозиции, так сказать, не начали призывать, создавать подписи в поддержку Надеждину, его, как бы, и не было, значит, в паблике. Была Дунцова. То есть Дунцова, Надеждин, потом, после убийства Навального, когда сразу же начались массово создавать мемориалы по всей стране и нести цветы, несмотря на все попытки полиции с этой проблемой справиться. А ведь действительно, значит, если не ошибаюсь, Верска посчитала, и они даже карту нарисовали, сколько мемориалов в стране возникло, и они насчитали под 200. Значит, это при том, что далеко не все они сумели сосчитать, они же спонтанно возникали где-то, да, их быстро зачищали там местные власти. Вот. Потом, ну, то есть, получается, вот эта история, значит, потом похороны, следующие, да, и последнее, вот как венец, это вот эти две вещи, полдень против Путина, плюс публикация многочисленных вот этих бюллетеней. Значит, сегодня канал, можно объяснить, посчитал выложенные, ну, понятно, не все, но сколько они смогли там найти этих бюллетеней, не посчитали, как протест голосовал. Ну, вот примерно 50 на 50 получилось. 50 бюллетеней недействительных, 50 за Дованкова. Насколько интересно следить за этими выборами трехдневными? Вот сейчас. Это самая интересная часть 2024 года для вас. Как вы вообще воспринимаете все, что сейчас происходит на избирательных участках в России за ее пределами? Ну, мне интересно следить не за вот строго вот этой выборной самой процедурой, потому что она, конечно же, не представляет из себя никакого интереса в том смысле, что там же никакой конкуренции нет. Вот на институциональном уровне, вот что такое выборы на институциональном уровне? Это конкуренты, партии, которые выдвинули конкурентов, и третейские судьи, так сказать, система избиркомов, прокуратура, суды, да, и плюс средства массовой информации. Вот это все, конечно, полная ерунда. Ну, то есть все эти институты, они абсолютно, значит, подконтрольны Кремлю, и поэтому, ну, там, то, что они делают, это абсолютно убожество. Ну, то есть в качестве кандидатов они боялись допустить даже вот Дунцову и Надеждину, что, в принципе, это какой-то бред, казалось бы, с точки зрения их самих, понимаете, если вот я встаю на их позицию, вообще, как такое может быть, что вот Путин, значит, великий геостротех, так сказать, там, политический лидер с 90-процентным рейтингом. Ну, ты допусти, что ты провинциальная тверская журналистка, что он тебе сделает-то? Надеждин, там, мальчик для бития с телевизора многолетний, да, либеральный. Значит, ну, допустите, вы же сами говорите, что главная задача этих выборов – легитимность. Путин, Кремль, там, сто раз это сказал за последний год публично. Значит, Путин сам осенью, он собирал членов избирательных комиссий, было какое-то мероприятие у него с ними, и он так сказал, главная задача предстоящей компании – это максимальная легитимность. А легитимность, смотрите, вот я как раз к этому подошел. Строго говоря, легитимность – это всего две штуки, две вещи. Значит, во-первых, ты допускаешь до выборов всех, кто хочет в них поучаствовать, всех конкурентов. Уже мимо. Вот, нет, по уму как должно быть. Если ты заботишься реально о легитимности, ты допускаешь до выборов всех, кто хочет в них поучаствовать. И, во-вторых, ты не применяешь админресурс, ничего не фальсифицируешь в день голосования. Все, две вещи, в общем-то. Не сделано же было ни того, ни другого. Так, а что такое путинская легитимность в таком случае, если нет? А, нет, так вот, реальным источником путинской легитимности является его предполагаемая сила. Ну, то есть, уверенность, что в конце концов он все равно победит. Да, и, ну, и что тогда дергаться, да? Надо расслабиться и получать удовольствие. Вот, такой циничный подход конъюнктурный. И он, конечно, сейчас... Ну, то есть, помимо этого, вообще ничего больше нет. Даже сторонники Путина, это уже вот... Ну, начиная вот с 18-го года, в 20-м году это стало вот прям очевидным. 21-й год, это последний год, когда я работал на выборах в России. Ну, это просто вот там изо всех щелей первого, да? На любой фокус-группе единственным аргументом в пользу Путина было, ну, победит же все равно Путин, да? То есть, я за Путина, потому что, ну, все равно он победит, да? То, что было раньше, за пять лет до этого, когда люди говорили, ну, как, конечно, за Путина, там, он же там, условно говоря, поднял Россию с колен, там, он... Смотрите, как, значит, уровень жизни, как у нас вырос, значит, по сравнению с тем, что было до него. Значит, ну, куча аргументов из области внутренней, внешней политики, которые люди приводили, аргументируя, вот, свой выбор в пользу Путина. А потом стало, вот, единственное, он все равно победит, но есть еще один, такая негативная мотивация, ну, там, а вдруг без него станет еще хуже. Тоже, по сути, в ней нет веры будущего. То есть, вот, веры в будущее с Путиным уже не связаны, понимаете? Никто не верит, что он сделает лучше. Просто он прибудет с нами, пока он жив, так сказать, и поэтому, что дергаться, плеть и обухо не перешибешь. Ну, либо, а вдруг будет совсем плохо, вот, то есть, при нем плохо, а без него еще хуже будет. Вот, по сути, два мотива. И, значит, вся вот эта его реальная легитимность, она вырастала из ощущения, что, ну, вот, он все равно силен, он все равно победит, и, соответственно, дергаться бесполезно. А тут, вот, во время войны это все вдруг такой знак вопроса, такой большой возник. Ну, то есть, кто же ожидал, что вот эта путинская армия, громада, которую он там постоянно демонстрировал по телевизору, помните, мультики во время послания там показывал, вот, что все это там, что они обломают зубы о маленькую Украину. А кому об Украину там, ну, ладно, добро бы там с Китаем не могли справиться, или там с Америкой, да, но украинцев они же сами там прям искренне презирали, да, то есть они сами создали завышенные ожидания в отношении Украины. И потом, когда обломали зубы, ну, люди сказали, ба, так Владимир Владимирович вовсе не так силен, как мы думали. То ли он притворялся удачно и никогда сильным не был, то ли просто состарился, но тем не менее. Вот, и поскольку страна пока еще воюет, вот это ощущение, что он точно сдулся, точно ослабел, еще нет. Нет, появились сомнения очень серьезные. И даже эти сомнения уже привели вот к этой эрозии. Значит, а когда вот это поражение станет, когда, давайте скажем, если, значит, оно станет очевидным, то вот все, после этого никакой легитимности не будет. То есть единственный источник путинской легитимности, настоящий, не то, что вот на уровне трепа, потому что на уровне трепа там люди очень часто используют формулы, слышанные когда-то случайно от пропаганды, реально даже не используя их в качестве мотивов. А вот когда ты копаешься в реальных мотивах людей, ты понимаешь, что вот это его сила. Какая разница в таком случае, сколько он получит на этих выборах? 76% или 80% или 86? Почему им так важен каждый процент? А он показывает как раз свою силу, он элитам демонстрирует. Смотрите, он боится, что вот наберет он сейчас, вот в прошлый раз он в 18-м году набрал 76. Да, 76,6, если мне ошибаюсь. А наберет он сейчас 70, элиты скажут, о, слабеет. Но это же все равно 70. Смотрите, в политике на самом деле абсолютные показатели имеют меньшее значение, чем вот динамика направления движения. А если будет 77,6? Вот, ну то есть, если чуть больше, чем раньше, то значит, ну, никто не скажет, что он слабеет. Он сейчас элитам демонстрирует, смотрите, я контролирую политическую машину страны. Не думайте, что вот это, там, все те проблемы, которые мы сейчас испытываем, вы видите их, от цен на яйца и коллапса ЖКХ, и заканчивая там военными неудачами. Не думайте, что все это привело к тому, что мой контроль над системой ослабел. Вот месседж, который он пытается послать. Да, извините. Вы понимаете, как они просчитывают? Есть какая-то формула, сколько должен получить Владимир Путин на этих выборах, чтобы элита поверила в него? Нет, просто чуть больше, чем в предыдущий раз. Я думаю, так. Тогда следующий вопрос, тоже продолжая вопрос с выборами. Мы сегодня с вами беседуем, когда еще не все бюллетени подсчитаны. Попрошу вас сделать прогноз, учитывая, что мы и завтра с вами встретимся, заодно сверим, совпадет ли ваш прогноз с тем, что нам расскажет и покажет Элла Пампилова. Нет, ну вот мой прогноз, что больше, чем 76. Да, а там, ну, 78 или 80, это все прямо зависит реально от его тараканов в его голове. И я не хочу угадывать, я же не психиатр, понимаете. Даже психиатр тот не угадает. Ну, вот его представление о прекрасном. Просто, ну, повторю то, что я уже сказал, нет никаких возможностей повлиять, поскольку он контролирует все институты, от Пампиловой до судов, партии и так далее, вот он реально нарисует столько, сколько захочет. Нет других ограничителей, никаких. Ну, вот, поэтому, ну, угадывать сейчас процент, это не политология, это психиатрия, понимаете. Я же не психиатр, я политолог. Политолог, он специалист по институтам, понимаете. Да, вот, если есть институциональные ограничители какие-то, я пытаюсь представить себе, насколько и как они все ограничивают. А тут нету этих ограничителей. Сломано. Полдень против Путина. Ломает игру, ломает систему? Ну, конечно. Не, вот смотрите, формально он ни на что не влияет, но есть форма и есть содержание. Победа может быть абсолютной, а может быть первой. Вот формула, ой, главная задача оппозиции была сделать эту победу первой. Вот эта акция «Полдень против Путина» призвана лишить эту форму содержания. Чтобы, глядя на путинский процент, люди сказали не «Ого, ничего себе!» А сказали бы «Ха-ха!» Ага, так вот ты нас за лохо, что ли, держишь, рассказываешь, там сказки тут 90% наоборот. Понимаете? Вот ради этого, собственно говоря, вот это все и делается. Чтобы этой форме не соответствовало содержание. Чтобы все сказали «Да ладно, мы все…» Мы же видели, все голосовали, ну окей, не все, но мы видели, против тебя голосовало огромное количество людей. Мы видели эти бюллетени. Где они у тебя посчитаны? А он скажет, они пришли на участки 15-го и 16-го. Не, смотрите, они скажут… Очень важно понимать, что пропаганда всегда что-то будет говорить. Вопрос в том, будут ли ей верить или нет. В этом их проблема, они верят все меньше. Посмотрите данные медиаскопа и так далее. Значит, и даже данные соцопросов говорят. В общем, пропаганде верят все меньше. Поэтому поверят в первую очередь оппозиционерам. Все знают, что те, кто пришли 15-го, 16-го, их туда пригнал административный ресурс. Да и то таких картинок убедительных не было, понимаете? Это так же, как история была с подписчиками в поддержку движения «Надеждино». Очереди на «Надеждино» все видели, а очереди на «Путина» никто не видел. И поэтому подписи, которые якобы Путин сдал, все эти 2 миллиона, ну так они и под большим вопросом, были ли они, а был ли мальчик, так сказать. Как вы думаете, почему не удалось запугать тех, кто пришел в полдень к избирательным участкам? Компания шла очень небольшая. На самом деле, очень многих удалось запугать. Ну то есть, я скажу, я вот сегодня, особенно когда с Дальнего Востока и Сибири шли, да, я в принципе был так удручен. Я видел, что принимают участие в акции гораздо меньше людей, чем могло бы. Вот, и только потом, когда вот уже пошел Урал и в первую очередь Москва с Петербургом, ну тогда стало понятно, что нет, тем не менее им не удалось это. Я так сказал бы, что всех, кроме ядра оппозиции, они все-таки запугали. То есть, вот те, кто вышел, это прямо вот ядерные сторонники оппозиции. Ну то есть, люди такие уже прямо вот готовые к риску. Ну, к какому-то там не абсолютному риску, да, там на штурм зимнего, так сказать, они не пойдут, но к приемлемому риску люди готовы. Иначе бы очереди, если бы не фактор страха, очереди бы там стояли сутки, понимаете. Ну я так метафорически выражаюсь, в 20-м уровне участки все равно закрываются. Вот. Но людей пришло бы в разы, во много раз больше. Ну, абсолютно убежден, ну по косвенным данным, там могу судить, значит, что против войны сейчас большинство граждан. Не все они по причине, так сказать, принципиальной, как мы хотим, да. Ну потому что война это плохо, что неприемлема войну априори в целом. Ну, что в данной войне Россия не на стороне добра, что Украина, значит, жертва агрессии, а Россия агрессор. Вот. Не все так считают, кто против войны сейчас. Очень многие просто разочаровались, устали. Вот по моим оценкам изначально вот такую правильную антивоенную позицию, вот по морально-этическим причинам, так сказать, заняло, ну, что-то около третьей избирателей. Процентов 30-35, может быть. Значит, сейчас эта цифра выросла уже почти в два раза, больше 50, я думаю. Но вот все, кто присоединился, это вот те, кто изначально, ну, либо были растеряны и не занимали никакой позиции, либо были даже, ну, за войну в том или ином виде. Раз власти сказали, значит, так сказать, надо. Вот. Но за два этих года им этого хватило, и все, хватит. Ну, ваш Крым, ваш Донбасс, в гробу мы его видали. На фокус-группах уже вовсю звучит вот это. Даже по поводу Крыма звучит, что, так сказать, а зачем он нам, вот, мне сдался. Как вы думаете, кто или что стоит за теми, кто поджигает избирательные участки, заливает урны зеленкой? Много было сообщений подобных за последние несколько дней. Что происходит? Я думаю, это просто невроз, ну, то есть истерия. Понимаете, страна погрузилась реально в состояние истерики. Это такая форма протеста. Ну, то есть люди в отчаянии, они просто не... Ну, они понимают, что что-то такое жуткое происходит, они не могут этому жуткому противостоять, ничего противопоставить не могут. Они надеялись до последнего, они думали, ну, может, какое-то чудо случится, ну, вот, конец срока, да, может быть, на следующий срок он все-таки по каким-то причинам не пойдет, да. Вот иррациональная такая надежда в них жила, и тут все, вот оно. Началось все, понятно, что это еще на много-много лет вперед, да. И вот они, не видя других способов, как это предотвратить, первый человек, кто, ну, просто то, что в народе называют, извините, крышу сорвал уже, да, от отчаяния. Вот он пошел и это сделал. И все остальные, они же новости читают, они смотрят, и они чувствуют, вот, такой правильный поступок. Как вы думаете, это истерика или радикализация? Ну, это, смотрите, вот, это истерика, которая, это часть процесса радикализации, которая в разных людях принимает разные формы. Кто-то присоединяется к акциям ваших, допустим, штабов Навального, агитации против Путина, да. А кто-то там силу темперамента своего, там, значит, там, ну, вот, вспышки эмоций такой краткосрочной, которая абсолютно иррациональна, да, ну, не может работать в долгую, да, вот прям сидеть там обзванивать, вот, скажем так, или ходить расклеивать там, да, а просто вот, ну, выброс эмоций вот такой краткосрочной, да, и это принимает форму истерики. То есть в данном случае это не то, что либо радикализация, либо истерика, да, а истерика как одна из форм радикализации. Можно ли сказать, что граница допустимого сдвигается, и люди могут себе позволить больше? Ну да, любая предреволюционная ситуация этим отличается, да. Кстати, напомню, что полгода назад, когда в повестке стояла вторая волна мобилизации, массово начали поджигать военкоматы, да, тогда вот в повестке стояла эта тема, и военкомат казался людям источником зла, и они туда направили свои силы. А сейчас в повестке выборы, в повестке избирательные участки, поэтому про военкоматы забыли, все, так сказать, силы вот направили на избирательные участки. Вот, то есть я не вижу необходимости здесь искать какое-то второе дно. Я не считаю, что это делают власти, есть такая версия, что они сами это используют как повод для закручивания гаек. Слушайте, им это невыгодно. Понимаете, вот главный аргумент в пользу власти, единственный сейчас, по сути, который работает, вот выбирая между властью и оппозицией, люди предпочитают власть по той причине, что все-таки, ну, они какую-то стабильность гарантируют. А, значит, оппозиционеры, это, может быть, они правильные ребята, они правильные вещи, наверное, говорят, но черт знает, что там будет. Да, реально какая-то революция, гражданская война, там, страшно. Вот. А если уже сейчас революция, гражданская война происходит, так хуже-то уже не будет. Понимаете, вот это ощущение формируется, что, а что нам терять, кроме своих цепей? Так это ощущение и создает революционную ситуацию, понимаете? И поэтому своими руками они это создавать не будут. Создавать ощущение, там, истерики, нет, наоборот, они же все идет по плану, все хорошо, там, да. Вот. Ну, то есть, они, на самом деле, тоже пойманы в ловушку, там. Они одной рукой пытаются в целом вот этот дискурс проводить, что все идет по плану, все хорошо, а одновременно устраивают, там, истерику по поводу голой вечеринки, например, да. Потому что у них тоже есть радикальное крыло, истерящее, да, вот эти зетники, там, силовики, да. Мы тут воюем, а вы там веселитесь, да. То есть, с точки зрения Путина и Кириенко, идеально было бы, чтобы вообще страна жила, как всегда, и вообще бы не замечала, что она воюет. А та часть, которая воюет, она обижается, они же хотят героями ходить, так сказать, что все... Они обещали, что они теперь элиты. Ну да, вот. А эти, думаете, довольны, что эти элиты? Каждый день новости читают, значит, по поводу того, значит, как очередной элитарик кого-то там изнасиловал, убил, значит, и так далее. И народ приседает в ужасе. На самом деле, это один из важнейших факторов, толкающих людей в сторону оппозиции и против войны, как раз вот эта вот история. Потому что это не абстракции какие-то, это я конкретно своего ребенка боюсь во двор отпускать уже. К этой теме мы еще обязательно вернемся. Последний вопрос на сегодня, 17 марта. Это будет тяжелая ночь для Эллы Памфиловой? Ну, она вообще же в целом, понимаете, она же истеричка, реально. Наверное, плохо так говорить про человека, но с другой стороны, она заслужила. Вы сказали, что вы политолог, а не психиатр. Вот. Ну, иногда это настолько очевидно, что не надо быть психиатром, чтобы это было понятно. Вот. Поэтому она... Ей тяжело в любой ситуации. То есть, я бы так сказал, да. И сегодня ей будет тяжело. То есть, в чем ее проблема? Она же, ну, бывший интеллигентный человек, так сказать, да, бич. И в этом смысле она не толстокожая. Ну, там Лукашенко, вот он с него как с гуся вода, да, какой-нибудь. Или там Чуров до этого был, да. А ей обидно, когда ей не верят. Она же понимает, что ей не верят, да. И у нее истерика из-за этого. То есть, она хочет, чтобы ей верили. Она... И она знает, что ей сегодня не поверят, да. И это, конечно, ее изнутри гложет. Хотя, строго говоря, никаких проблем нет. Ну, то есть, любая цифра, которую ей там велели обнародовать, она обнародует. И ни прокуратура не возмутится, ни партии не пойдут в суды, там, да. Значит, не наблюдатели там не начнут оспаривать. Никаких проблем в этом смысле, институциональных проблем не будет. Да. Но ей, как бывшему интеллигентному человеку, этого мало. Ей хочется вот прям в лучах славы народной купаться. Значит, так, любви, так сказать, да. Вот. Хочется выступать в роли такого независимого арбитра, вот. А не прислужницы этого отвратительного, значит, этого отвратительного механизма властного. Вот. И это ее напрягает. Поэтому ночь у нее будет тяжелой. Будут такие, знаете, внутренние метания, я бы так сказал. Скажите, я правильно понимаю, что политология, политтехнология – это про манипулирование людьми? Ну, почему? Вот слово… Вы выбрали слово «манипулирование», а, допустим, я возьму и выберу слово «убеждение». Да? Можно. Так звучит гораздо приятнее. Ну, конечно. Я не считаю себя манипулятором. Хотя, конечно, это вопрос, в какой колокольник посмотреть. Ну, то есть все те, кто сейчас меня ненавидит по ту сторону баррикады, где когда-то я находился, естественно, считают, что я абсолютно цинично манипулирую общественным мнением, доказывая, что Кремль плохой, а оппозиция хорошая. Вот. Они считают, что я манипулятор. Ну, я-то знаю, что я не могу. И вы знаете, что я не манипулятор, что я просто, вот, как говорил Венечка Ерофеева, «вдумчивый принц-аналитик». Так и подпишем вас сабазы. Что за лягушечки, расскажите? Что у вас за фигурки здесь лежат? Это ваш? Нет, это я, да, я привозил, когда ездил куда-то в поездки, там, детям привозил всяких сувенирчиков. Они любят такое. Вот. И там свинки есть маленькие, знаете. У вас остается время на детей? Ну, я стараюсь заниматься. Ну, то есть, не так много, к сожалению, наверное, я уделяю им внимание, как должно, но, тем не менее, уделяю. Ради них вы уехали из России? Ну, в значительной степени, да. Да. Но вы вернетесь в Россию? Как только будет возможно. Ну, физически, я, смотрите, я не буду, я купил квартиру, в конце концов, да. То есть, мои дети выучили иврит, они здесь учатся, они полностью интегрированы уже. И поэтому я, значит, сам буду, вот как я до 20-го года работал, живя здесь, ездить туда, заниматься российской политикой там. Ну, вот, жить и кочевать, так сказать. Вот, слава богу, сейчас дистанционные формы распространены, можно издалека делать. Пока был ковид, полтора года мы все научились работать дистанционно, научились работать, значит, там, через границы. Там, находясь вообще, не то, что там по соседству, там, да, где-то, а вообще в других часовых поясах, на другом конце земли, там, да. И, тем не менее, ты занимаешься политконсалтингом, и нормально, и получается, в общем, да. А насколько этично это, как вам кажется, помогает делать политику в стране, в которой ты не живешь? Вообще не вижу никаких проблем. Ну, то есть, я-то знаю, что я на стороне добра, да, и то, что я физически в данный момент не живу, там, мне не мешаю. То есть, мой отъезд был в значительной степени вынужден. Да, в принципе, если бы все было изначально хорошо, может быть, мы бы до сих пор там жили. Если бы Россия оставалась нормальной страной. А когда она перестала быть нормальной? В 2018 году? Ну, для меня окончательное решение я принял в 2018 году. Вот для себя. Ну, и опять же, повторюсь, я принял это решение. Не то, что вот я уехал и больше не возвращаюсь, и забыть хочу, и крест ставлю на ней. Нет, я просто решил, что мне будет комфортнее, если мои дети будут безопасны. То есть, я уже не исключал, что в любой момент против меня возбудят дела. Да, и тогда я понимал, что я прыгаю в самолет, улетаю, и никаких проблем у меня не будет. Да, что, значит, все мои дети уже здесь, семья здесь, центр тяжести здесь. То есть, это не был отъезд такой вот навсегда. Он и сейчас мне навсегда. Я надеюсь, что я вернусь и буду заниматься своим любимым делом российской политикой, когда она вновь обретет более-менее нормальные черты. Покажите, откуда вы работаете обычно? У вас есть рабочее место в этой квартире? Ну, их несколько. Ну, вот эфиры я веду отсюда иногда. Иногда вот в том направлении, значит, вот здесь ставлю. Особенно, когда у меня в Новый год здесь стояла елка такая очень красивая. Значит, и я вот на фоне елки отсюда вел. Потом у меня балкон есть, могу вот показать. Ну, это то самое место, откуда вы работаете. Вот оттуда я, да, часть эфиров веду. Ага. Ну, в общем, вот здесь я очень много времени провожу. И я, и сын у меня там, мы все любим. Тут вечером хорошо, вот можно попить вино, глядя на звезды. Когда солнце не сильное, здесь можно пить кофе. Вот, днем можно читать, можно даже вот лежать на диванчике и дремать. Мы сюда переехали недавно, квартира еще не закончена. Ну, то есть еще не каждое место обрело своего хозяева. Ну, места уже хозяев обрели, вот, по большей части. Но еще не довели до ума. Вот многие вещи мне еще не нравятся и даже не хочется особо их показывать. Да? Да. Ладно, мы не будем вас просить показать, раз уж вы нам сказали, что вы не хотите показывать. А чем вы обычно занимаетесь? У вас много свободного времени? Нет. Вот я просто когда ездить, я читаю, либо детьми занимаюсь. Не, ну, там я хожу гулять. А что такое детьми заниматься? Как вы ими занимаетесь? Ну, сыном, значит, заставляю, чтобы он делал, тренировался. Он каратэ занимается, значит, слежу, как он этим занимается. Читаем. Каждый вечер я стараюсь перед сном почитать ему и Алине средней дочке. А что вы не читаете? Ну, вот, например, всем, кстати, рекомендую, вот, особенно людям нашего круга. А наш круг – это какой круг? Ну, я имею в виду тем, кто против войны и кому сейчас психологически тяжело. Значит, сейчас вот даже совсем недавно читали. Ури Орли в «Беги, мальчик, беги». Значит, книжка, недавно Тимура читал, про… Написана, ну, то есть автобиографическая такая история, книжка о еврейском мальчике, который потерял родителей в варшавском гетто и выживает один вот в Польше при нацистской оккупации, живет там то в лесу, то в деревнях у кого-то, у крестьян там. Ну, вот, проходит через все вот это крайне тяжелая такая история. Потом, значит, «Как Гитлер украл розового кролика». Автора, к сожалению, не помню, но тоже абсолютно такая шикарная для детей история о том, как… Это я своим детям стал читать, это экстраполирует, значит. Там про мальчика и девочку, отец которых антинацистские, значит, журналисты. И когда Гитлер приходит к власти, они бегут сначала в Швейцарию, потом во Францию. И как вот они становятся эмигрантами, и как им происходит резкое падение уровня жизни, как они в Берлине жили, как они живут там потом, как вот дети проходят через этот период адаптации, то в одном месте, то в другом. Ну, то есть, очень так хорошо написано, тоже на автобиографическом материале. Вот, ну, в общем, вот, всякие такие какие-то книжки читали. А дети спрашивают у вас, почему вы уехали из России? Ну, сейчас уже нет, а когда уехали, да, спрашивали, и скучали, и ностальгия у них была. А как вы объясняли, почему бы вы уехали? Ну, вот, как-то, как-то, ну, просто объяснял, что страной управляет плохой дядя. Что, значит, плохой дядя создал такую ситуацию, когда хорошим дядям там жить тяжело, и надо либо ему прислуживать, да, а прислуживать тошно, ну, либо бороться. А бороться, значит, это рисковать, сесть в тюрьму. Поскольку папе надо вас вырастить, то сесть в тюрьму он пока не хочет. Поэтому вот он предпочтет критиковать этого дядю изнутри. Ну, как-то так. То есть, для разных возрастов по-разному. У меня же четверо детей, то есть, значит, сыну одна из средней дочери, там, в других терминах. Сын, допустим, у меня, ну, он уже логику исторического процесса очень неплохо понимает. Вот, с ним можно уже серьезно обсуждать. А вы с ними говорите о политике? Ну, да. Вот Алина средняя, ей тогда было 8, когда началась война. Я помню, она была в таком шоке, она несколько недель до бесконечности рисовала и вырезала из бумажек эти вот украинские флаги какие-то там, значит, сердечки, там, смайлики к ним какие-то приделывала. Я в Фейсбук выкладывал, там, несколько фотографий тогда. Ну, то есть, в тот момент не говорить о политике с ними было невозможно. Да, они сами все этим интересовались. Вот. Ну, дети вообще интересуются тем, чем интересуются родители хотя бы в какой-то степени, пока не наступает вот этот там подростковый возраст. Допустим, я помню, когда в Хабаровске были протесты в поддержку Фургала, значит, они у меня, Тимур и Алина, прыгали, значит, на кровати. Ну, то есть, я лежал и смотрел эти видео, и там, помните, там, Путин вор, Путин вор, Путин вор. Они, значит, прыгают по кровати, и по кровати я ору, там, Путин вор, Путин вор. Или там, Путин вор, в отставку. Вот. Недавно, я помню, что я тогда сделал видео, я недавно искал, но что-то вот не нашел в архиве, надо еще покопаться, найду, вывожу. То есть, вы втягиваете детей в политику, а вас? Политика приходит к ним сама, и я то в виде одной войны, то в виде эмиграции, то в виде второй войны здесь, в Израиле. Понимаете? И я пытаюсь просто научить их в ней разбираться с тем, чтобы они занимали правильную позицию и знали, как защищаться, как обороняться, так сказать, от плохой политики. А как защищаться? В максимальной степени способствовать победе сил добра над силами зла. А как сейчас можно помочь? Это коллективная защита такая, то есть, а индивидуальная защита не сработает, то есть, коллективная защита. А как сейчас можно добру помочь? Максимально, в максимальной степени, вот то, чем занимались ваши штабы, в максимальной степени распропагандировать колеблющихся. То есть, очевидно, что такой репрессивный режим, как путинский, не свергнешь, пока не завоюешь большинства. Ядром оппозиции ограничиваться нельзя. Ядром тех, кто все понимает, как говорится. Надо тех, кто не понимает, убеждать. Вот, ну, я свою задачу, во всяком случае, вижу в этом. Получается? Не так быстро, как хотелось бы, но точно прогресс есть, конечно же. А как вы его измеряете? В чем это выражается? Ну, конечно, социология в стране колоссальная проблема. Да, поэтому очень многие вещи ты, ну, что называется, на коже чувствуешь, на кончиках пальцев, по косвенным признакам. И можно ошибиться, и я ошибаюсь, конечно же. Но есть проблемы с инструментарием. К счастью, иногда попадают в руки и та социология, которая не публичная. К счастью, есть, бывали истории, когда... А кто проводит эту социологию? Ну, я не имею права называть, поскольку эти люди там. Но они близко к власти находятся? Ну, не сильно близко, но и не сильно далеко. Ну, то есть, это точно абсолютно профессионалы. Это люди с именами. Когда-нибудь я обязательно их обнародую, когда уже будет можно. И тогда вы скажете, что, а, ну, если это они, то конечно. Ну, вот, люди проводят какие-то исследования, и поскольку происходящее им тоже не нравится, и они тоже как-то чувствуют, видимо, какое-то жжение, что надо как-то поспособствовать. И они выходят, иногда даже в инициативном порядке, с некоторыми даже... Ну, то есть, заочно был знаком, а очно и не был. Вот, выходят и скидывают какие-то вещи. И, значит, ну, это обычно не количественники, а вот речь в данном случае я веду о фокус-группах. Да, и есть возможность почитать и что-то там уловить, какие-то тренды почувствовать. Ну, опять же, потом с ними там консультируешься, с теми, кто на земле там. А я правильно понимаю, что это так? Ну, и они говорят, ну, мы считаем, что не так, или там, ну, да, примерно так. Ну, и вот как бы так вот формируешь свою точку зрения. То есть, это, конечно, нельзя назвать социологией в чистом виде, это такое уже моделирование. Но поскольку мы не в идеальных условиях занимаемся политикой, политикой – это искусство возможно, в конце концов. Но вот только вот такими вещами приходится оперировать. А у вас нет ощущения, что, может быть, вы оторвались от российской действительности в эмиграции? Ну, я в те моменты, когда что-то такое похожее появляется, я пытаюсь вот как раз с кем-то там переговорить, проконсультироваться. Слава богу, людей, с кем можно переговорить, много. И в том числе и там. Ну, во властных структурах объем людей, которые со мной готовы общаться сейчас, конечно, резко сократился. Тем не менее, сохранились. Они есть. На самом деле, есть даже несколько историй, и когда-нибудь, если, может быть, и имена тоже назову. Но, значит, люди, с которыми я когда-то был знаком и давным-давно потерял контакт, значит, поскольку им происходящее тоже не нравится, они его сами восстановили со мной. И говорят, слушай, старик, нам нравится то, что ты делаешь. Ты знаешь, ну, примерно, какой информацией я владею, какой информацией я имею доступ. И сходишь, я буду делиться. Я говорю, ну, беседор. Ну, вот. А может они вами манипулируют? Ну, слушайте, ну, манипулировать можно человеком, который, ну, что-то не догоняет. Я сопоставляю с большим количеством других массивов. Ну, это просто. Значит, многие просто о душе думают. Ну, особенно люди пожилые. Ну, это правда. А многие злые на кого-то. Они верующие. Не обязательно, почему? Ну, не обязательно быть, вот, прям, религиозным, в смысле, там, креститься, так сказать, да, или намаз читать. Но можно быть религиозным без структурных, так сказать, я, например, такой. Ну, то есть я точно знаю, что есть какая-то ответственность, предусмотрена какая-то глобальная ответственность за происходящее. Значит, ну, собственно, я и делаю то, что я делаю именно поэтому. Я бы, слушайте, ну, я бы так там и остался, и работал бы, и очень неплохо бы зарабатывал. В чем эта ответственность проявляется? Как она ощущается? Ну, каждый сам для себя просто решает. У меня это было вообще, была такая история, она связана была с рождением моего первенца, старшего сына. Я, значит, поехал, мы поехали, помню, тогда, ну, так далее, его, ему три месяца исполнилось, и мы его катили в Финляндию на три недели. Москва, 2010 год, вот эти жуткие пожары, Москва горит, там, вот. И мы уехали в Финляндию на берег моря, так сказать, там, да. Я взял с собой книжку Жозефа Ромага «Евангелие от Иисуса», и настоятельно всем рекомендую, особенно отцам. И она вот в совокупности с вот этим ощущением, что я отец, там, да, она, ну, очень сильное впечатление вот на меня произвела, я вот ее в отпуске там прочитал. Значит, суть книги в том, что, вот если я ее правильно понял, она такая, на самом деле, такая, ну, как и должна быть хорошая литература, очень такая многослойная, с большим количеством смыслов, там, вот. Но если я ее правильно понял, хотя я, наверное, со своими тараканами ее читал, вот, я отец, да. Но, собственно, книга о том, что сыновья даются отцам для того, чтобы отцы знали, что сыновья будут платить за их грехи. Там Иисус, ну, там про сына и отца. Там отец, спасая Иисуса от избиения вифлеемских младенцев, он мог, спасая его, предупредить остальных детей вифлеем, ну, родителей вифлеема. Да, и огромное количество детей не погибло бы. И он этого не сделал, потому что он понимал, что если сейчас войска Ирода войдут в город и увидят, что там детей нет, они полезут в горы искать их вокруг. Ну, поймут, что тут утечка, да, и, соответственно, там будут искать. И тогда уже найдут Иисуса. Вот. И поэтому он никому ничего не сказал, просто забрал, значит, Марию, забрал Иисуса, и они в горах укрылись. Ну, вот. И он купил жизнь своему сыну ценой жизни огромного количества других детей. Да, и вокруг этого весь сюжет, да. И Иисус расплачивался потом всю жизнь за вот этот проступок отца. И вот эти страдания этого отца по поводу того, что его сын за его, собственно, вот такой поступок расплачивается. Это вот, собственно, сюжет книги. И каждый раз, когда вот какой-то моральный выбор передо мной стоит. Например? Да. Ой, слушай, ну, у политтехнолога там он постоянно стоит. Ну, расскажите. Ну, брать этого заказчика или не брать? А как вы? Написать эту статью или не написать? Там, значит, сказать правду или сказать то, за что заплатят? Понимаете? И вы всегда выбирали правильно? Ну, вот после того, как сын родился, я стал гораздо чаще это выбирать. И там, где уж сильно кривить душой надо было, совсем сильно. Иногда же выбор, очень часто выбор на самом деле такой промежуточный. Как, условно говоря, работать на Медведева в 2008 году. Ну, да, в 2008 году, правда, работать на него было нормально. Я, кстати, не работал на него, поэтому я могу спокойно. Да, вы говорили про Медведева, но вы с 2008 по 2010 были спичрайтером Путина. Да, да, да. Ну, меня позвали к Путину, к Медведеву не позвали. Но в целом было ощущение, повторюсь, что страна движется в правильном направлении. И, кстати, с 2008 по 2010 год политикой мы практически не занимались. То есть, на самом деле, занимались экономикой. И поэтому вот в тот период мне там торговать, так сказать, убеждениями как раз вообще не приходилось. Это уже после Болотной началось, во время Болотной. Но я тогда уже был в Башкирии. Ну, и там, на самом деле, тоже приходилось, конечно, я отвечал за выборы. Вы часто оказывались перед такой дилеммой? Это часто случалось с вами? Вот вы приходите на работу. Как часто политтехнолог в России, с 2010 года начиная, сталкивается с такими моральными выборами на своем рабочем месте? Ну, часто. Не каждый день, конечно. Ну, слушайте, такая несчетная штука, мне трудно сосчитать. А как вы себя уговаривали? Ну, то есть, как вы принимали решение? Ну, да это не то, что уговаривал. Слово «уговаривал» мне не очень нравится. Ну, то есть, я сижу и думаю. Вот, кстати, тогда конкретный пример. Кстати, один из, значит, это было, сейчас скажу, в 2017 год, по-моему, осень 2017 года. Короче, забыл точный год, но, в общем, я поехал, значит, после выборов, после избирательной кампании, мы с другом поехали в Лион, Лион, Страсбург, потом Мюнхен, ну, просто так снять напряжение. И в Лионе пошли с ним в музей нацистской оккупации. А накануне уже вечером пошла новость о том, что Турчака, возможно, завтра назначен прицелем Единой России. А он же там, ну, скандал с Кашиным, помните, да? Ну, крайне негативный персонаж. Ну, да, как известно, Турчак сказал избиение Кашиным за неосторожную реплику. Ну, да, да. Ну, и в целом, там, весь у него шлейф такой бандитский, значит, то есть, наполовину мажор, наполовину бандит, там, как-то такая история. И, значит, мы, ну, и я так негативно заряжен, ну, то есть, я это воспринимаю как шаг, там, ну, то есть, они вообще уже, там, не стыдятся ничего, да, ну, то есть, совсем уже охренели, извините за уважение. И вот с утра мы идем в этот музей нацистской оккупации с другом, там, его осматриваем, и спускаемся там в подвале, значит, воссоздана, восстановлена, значит, типография подпольная. Образцы листовок, ну, то есть, оборудование, на котором все это делалось, образцы листовок, образцы каких-то, там, газетенок, которые они выпускали, да, карты висят, показывающие, как распространялись эти все штуки, там, да, вот. Я вот это вот, на все это смотрю, да. А, а до этого, когда вот новость подпольщику вышла, у меня первая реакция, ну, сесть и написать себе в Фейсбук, да, тогда Телеграма еще не было. Что вы хотели написать? Гадость. Ну, понятно, вот, что, типа, охренели, да. Ну, то есть, я что-то негативное, да, но я говорю себе так, стоп, у меня с Единой Россией нормальные отношения, контракты, значит, да, у меня, мне детей надо кормить, у меня четверо детей, вот. Вот, поэтому, что, мне больше всех надо, что ли, вот, я себе такое говорю, и все, и еду вот с этим в музей. Я смотрю на все это, да, гиды слушаю, и в какой-то момент я думаю, господи, вот, как люди-то обмельчали. Ну, то есть, эти люди этим занимались, что их гнало, вот, этим заниматься, тоже могли потихонечку сидеть и не дергаться, да. А они жизнью рисковали. Ну, то есть, я думаю, вот я, по сравнению с ними, да, ну, то есть, я из-за каких-то контрактов там. Ну, то есть, никто не говорит о том, что меня расстреляют за то, что я там раскритикую Турчука, да. Вот, ну, потеряя какие-то контракты, и я уже готов там торгануть своими убеждениями, значит, а люди ради них насмешили. Ну, то есть, я вот там себя накрутил, значит, мы поднимаемся наверх, а там временная экспозиция, типа продукты питания, там, индустрия питания во времена Третьего Рейха. И друг говорит, о, там, интересно, пойдем. Я говорю, нет, давай, ты иди, а у меня тут дело появилось, я говорю, сейчас. И я сел, значит, пока он там ходил, за полчаса, там, прямо во дворике этого музея, там, под какими-то липами, значит, написал текст о том, что найти можно до сих пор. Я полез на сайт Псковстата, не поленился, он же был губернатором Псковской области, посмотрел какие-то основные параметры экономического развития, итоги его работы в Псковской области, сравнил с федеральными, вот, и раскатал его, конечно, там, капитально вообще, да, ну, что, типа, ну, типа, там, он все провалил вообще, за что? Просто потому, что он сын путинского друга, да, я вот это написал, таким сладострастным таким, отправил это, значит, опубликовал, думаю, так, ну, все, типа, контракты кончились с Единой Россией. Вот, и журналисты, значит, ну, как только я это опубликовал, там, помню, радио, там, Коммерсант ФМ, другие радиостанции, тут же, ну, они поняли, что, о, спикеры по теме есть, там, начали звонить, и я, значит, вдруг выходит, а я хожу там и уничтожаю свои контракты, значит, с Единой Россией. Ну, вот пример конкретного. А на следующий день вас отпустило, или это навсегда вас изменило? Не, ну, в следующий раз, ну, тоже какие-то выборы совершал, и где-то я все равно, ну, торговал какими-то убеждениями, ну, то есть я точно не ангел какой-то. Но я, при этом, я просто стараюсь помнить, что если я уж слишком сильно изменю себе, ну, то мне за это, то есть я просто этот грех передам сыну, и ему за это расплачиваться, хочу ли я это. А когда вы в систему пришли, вы пришли туда человеком с сформированной системой взглядов? Или вы пришли туда как чистый лист, и уже пропитывались сначала той обстановкой, которая вас окружала, и потом уже начали ее как-то корректировать? Нет, я таким тайным либералом, я, наверное, всегда был. Я всегда был таким бунтарем, и поскольку я еще в советские времена бунтовал, так сказать, против вот этой советской школьной системы. А как бунтовали? Ну, как, например, я отказывался, будучи старостой, на первом курсе в институте, я отказывался отмечать этих непосещавших. То есть это была моя ответственность, и за это с позором меня, значит, не звергли, так сказать, с этой должности пришла декан, и прям в присутствии всей группы, значит, на меня прям обрушилась. Что она вам говорила? Ну, что я, так сказать, потворствую, что я, значит, вот этот гнилой либерализм, так сказать, распространяю. А мне было страшно? Нет, это же был уже 89-й год. Ну, то есть это была провинция, то есть я знал, что за это не отчислят точно. А если бы отчислили? Ну, вы имеете в виду, сделал бы я это или нет? Ну, кто же знает-то? Ну, я был в достаточной степени радикален, в общем, так что я, наверное, мог и рискнуть. Или там поднимал студентов, пытался, поднимал это громко сказано, пытался, когда, значит, вот у нас первые протесты в Башкирии начались, антифенольные, они экологические были. Вот, и я помню, мы в колхозе на картошке были, значит, и вот по вечерам я, там, еще несколько таких активистов, мы их там собирали, там, пытались их убедить в том, что надо ехать в город, значит, бросать эту картошку к черту, там, пусть, значит, декан сам собирает, а мы должны ехать и митинговать. Там, ну, большие митинги организовывали студенчеством, да, вот. Ну, и тогда, кстати, я убедился, что большинство все-таки очень по-конформистски настроено, то есть, им все это как-то так, значит, и я прям помню, сам кричал, а это 89-й год, и там, значит, Таня Альмэнь как раз в повестке была, и я кричал, там, студенты, как вам не стыдно, значит, наши сверстники, там, под танки бросаются в Китай, значит, а мы тут сидим, значит, на этой картошке дурной, значит, вместо того, чтобы протестовать, вот. Ну, то есть, я через вот этот период прошел, и, в принципе, мне это, наверное, как политтехнолог, когда я это вспоминаю, ну, это помогает быть адекватным, то есть, я понимаю, что, на самом деле, большинство поднять совсем не так легко, как кажется. То, что тебе кажется очевидным в твоем праведном гневе, оно, на самом деле, очевидно, совершенно не для всех, и даже для меньшинства уж, если быть честным. Официально остается час до закрытия избирательного участка. Какая информация на данный момент? Есть информация, пока не подтвержденная, что продлят на какое-то время, до 9-ти, возможно, но это пока супер не подтверждено. Как вы оцениваете, сколько людей успело на этот момент принять участие в голосовании? Ну, на данный момент, насколько мы понимаем, около тысячи с чем-то человек, тысяча, ну, типа, больше тысячи, но меньше, чем тысяча сто. Оценивали ли бы очередь, сколько еще людей стоят в ожидании? Часть людей уже уходит, но, ну, больше двух тысяч не попало на участок точно. Две тысячи человек не смогли проголосовать сегодня? Да, точно. За исключением тех, кто все еще стоит здесь? Ну, нет, я имею в виду, в целом мы считали, сколько людей в очереди и так далее. Часть людей просто уходит. Мы сейчас последние часа полтора не считали очередь. Но, ну да, больше двух тысяч точно не успеют. Если даже в 9 окроется участок, больше двух тысяч не успеют проголосовать, потому что реально очень-очень медленно идет процесс голосования. Можно ли подвести какие-то предварительные итоги? Что сегодня происходило здесь у консульства? Ну, во-первых, происходила акция «Полдень против Путина», которая, естественно, сильно сместила людей, которые пришли голосовать против, но они пришли позже. И, соответственно, первое время в основном голосовали пожилые люди, а потом для них еще сделали отдельную очередь. Ну, в общем, в общем, все довольно странно было здесь. Учитывая вот эту дополнительную очередь, я пока не совсем понимаю, как бы, насколько это... Ну, то есть это явно не очень хорошо влияет на результаты выборов, и это явно делает их чуть менее репрезентативными, учитывая то, что очень много людей осталось, которые не проголосовали никак. И, скорее всего, не проголосуют. Ну, то есть, если выборы не продлят на, не знаю, 10 часов, то... А как вы думаете, какие шансы? Шансов, что продлят на очень долго очень малы. Вот сейчас пока обговаривается, что, возможно, продлят до 9, но это пока не точно. А что говорят экзитполы? По экзитполам побеждает среди тех людей, кто согласился отвечать, пока побеждает Дованков. С каким процентом? Процент 41. Сколько у Путина? 36. Еще есть много людей, которые отказались отвечать. И если условно предположить, что они все за Путина, то у него будет больше, около 50%. Вы здесь до конца? Да. Люди скандируют, которые пускают, и их не пускают? Да. Людей пускают очень медленно, да. Наверное, люди хотят, чтобы их пускали быстрее, но, к сожалению, они, по сути, ограничены количеством кабинок, которых они выбрали очень мало. Сколько это их? Их в разное время было то три, то четыре. То есть, их то открывают, то закрывают? Ну, не, просто разные люди в разное время говорили по-разному, да. Видимо, в какой-то момент появилась еще одна. Сейчас, а ты сколько видел кабинок? Ну, сколько видел кабинок-то? Две? А, даже вот точно было две в Катуме. А кто это регулирует, если такая информация? Консульская, консульская. Консульские работники самостоятельно принимают это решение? Нет, это я не могу сказать, не знаю. Ну, то есть, вы имеете в виду, звонит ли им кто-то и говорит, нет. Ну, скорее всего, я думаю, что они сами принимают решение. Как я уже говорила, мы вернулись сюда спустя семь часов и видим уже хорошо известных вам героев. За семь часов почти удалось пройти всю очередь. Ну, почти, но люди говорят, что здесь еще часа два стоять, поэтому морально готовимся. Суходят слухи, что продлили ДВС, я не уверена, насколько это правда. Но стоим, ждем. А что здесь происходило все это время? Да в целом ничего нового не происходило. Здесь какие-то ребята раздавали конфеты, что-то поесть давали, попить. Ничего особо не происходило. То есть, я продвигаюсь там каждые, может быть, минут 20 на 10 метров максимум. Просто максимум. Так что все печально. Как насчет голосования? Дверь совсем близко. Вы уже знаете, что вы сделаете? Я думаю, скорее всего, Дванкова, потому что хотя бы так, хотя бы за кого-то. Да, решение принято, наверное. В консульстве нам сказали, что примут до последнего человека. Но, опять же, насколько это так, я сказал человек, который ведет бюллетени. Если что-то поменяется, простите, пожалуйста, мы очень надеемся, что так это и будет. От меня лично не зависит, но нам так сказали. Так что верим, надеемся. А это ютуб-канал «Популярная политика». Только не Навальный, блядь. Не готовы? На Навальных сразу ебну. Да? Конечно. Вы готовы применить физическую силу? Конечно. Почему, расскажите? Вы, блядь, революционеры заебали жить, дайте спокойно. А так уже все спокойно, стабильность, нет? Ну, наконец-то. Ну, я же жила. Уже 24 года стабильность. Заебись. Надо еще? Да. А как вам идея, что один человек принимает все решения уже четверть века? А Навальный сколько времени сидел на одном месте? На каком месте? На своем месте. Он сидел три года в тюрьме, пока его там не убили. А до этого? А до этого он сидел под домашним арестом. А до этого? А до этого его никуда не пускали. Но, тем не менее, он был лидер оппозиции. Он, тем не менее, был лидер. У всех был свой лидер. Хорошо, но он же был лидером. Никто же его не двигал. Никто не двигал его. Так. Ну, если народ любит этого человека. А вы любите? — А расскажите, почему вы его любите? — Кого его? — Владимира Путина. — А с чего вы взяли, что я за него иду голосовать? — Да? Вот так повернулся разговор. — Вот, вот, потому что я вас сразу подловила на том, что вы идете и сразу под корень, блин, как будто все забыли. Да, я люблю Путина. Я обожаю этого человека. — Но вы не будете за него голосовать? — Он очень много сделал для страны. — А что он сделал? Расскажите, пожалуйста. — Вам сколько лет? — А это не важно. — Как это вам не важно? Я просто для сравнения. Все же познается в сравнении. Давайте рассуждать. Я дитя Советского Союза. В девяностом году мне было 16 лет. Когда я закончила школу, и мне учительница вот так пинком под зад дала, и меня встречали бандиты с мусорами вместе. Либерально так все было. Все. Не было ни колледжей, ничего не было. Уехала в другую страну. Сейчас я вижу, блин, что надо домой ехать. — Да? — Конечно. — А что там? — Прекрасная страна. — А вы слышали про вагнеровцев, которые вернулись с войны? — Слышала. — Вас это не пугает? — И не знакомых даже там. — Вас это не пугает? — Нет, абсолютно. — А они вернулись? — Наконец-то! Наконец-то! У меня есть мужики, за которых можно, блин, держаться, как женщины. — А как вы относитесь? — И не быть вот этими вот, как они называются. «Женщина, помогите мне!» Вот эти вот эмансипированные женщины, которые в мужчинах не нуждаются. — Ну, тут нельзя произносить. — А, нормально. Сегодня можно всё произносить. — А как вы относитесь к заключённым, которые повоевали и потом вернулись? Вы не боитесь людей из ПТСР? — Нет, не боюсь. — Вас это не пугает? — Нет. — А почему? — А я не перепуганная по жизни. — Это опыт девяностых у вас? — У меня опыт жизни. Вы понимаете, опыт девяностых — это опыт жизни. Мне 50 лет. — Скажите, а вы сказали, что вы... — Не с чем сравнивать. — Вы сказали, что вы собираетесь... — Я смотрю, что революционеры всё моложе и моложе. Ещё у губы не обтёрли от сиськи Манкиной, а уже революции, блядь, у них, понимаешь? — Революционеры — это подбитые люди. — Расскажите, пожалуйста, а в чём разница между революционерами и теми, кто просто хочет, чтобы... — Один ебёт, другой будет разница. — Чтобы... — Представляешь, какая разница? — Чтобы права соблюдались, чтобы я была уверена, что мой голос не будет украден. — В чём здесь революция? — Посмотрите, что происходит только в Израиле. Я сама в шоке. — Что происходит? — Я сама в шоке от того, как люди выходят на выборы. — Так. — Я сама в шоке от этой очереди. Последний раз такую очередь в 90-х годах возле супермарта. — А вы в приятном шоке или вы не ожидали? — В приятном шоке. — А вы знаете, за что стоят эти люди? — Конечно. — За правду. — Да, а что такое правду? — Чтобы таких вот не было всяких, которые под коленочки пытаются... — А что такое под коленочки? — ...споткнувшего человека пытаются сразу... — А кто споткнулся? — Под коленочку. — А кто споткнулся? — Я вообще говорю, вы же были как эти самые, как вот... Так мягко сказать, воньки под ретузды. Которые чуть что сразу из-под тишка. Вроде спальный район тебе должен спать, а вы тут как тут. И лампа у вас рабочая. — Конечно, чтобы у вас лучше было видно. — Да, меня хорошо видно, я могу... — А так ещё лучше видно просто, понимаете? — На всех каналах я за Путина, и что буду молиться, свечки ставить, пятки ему целовать. И вас поменьше бледей, чтоб было. — А скажите, а что он хорошего для вас сделал? — Для меня? — Да. — К сожалению, для меня лично ничего, потому что я эмигрировала в эту страну 30 лет назад. — Но вы собираетесь обратно, правильно? — Обязательно. — А когда, когда вы собираетесь? — Вот как сейчас проголоскую, соберу тут манатки свои и поеду. — Серьёзно? — Конечно. — А вы можете, пожалуйста, прислать фотографию вашего билета, как только вы его купите? — Куда тебе прислать? — Я вам могу оставить Telegram или какой-нибудь мессенджер. — Девушка, не могу ли вы на себя берёте? — Вот охуевший. — Простите, я не с вами разговариваю. — С вами израиля такое горханство. — А вы не можете, пожалуйста, ну я просто хочу... — Я могу тебе выслать, конечно. Дай мне свой адрес, я тебе вышлю. — Я вам напишу, ладно? — Я тебе вышлю, не вопрос. — Отлично. — Я могу у вас взять и вам всё вышлю. — Литературу даже не знаю. — Вот, блядь, честное слово вышло. — Да? — Отличаю. — Отлично, сейчас я найду нашу рабочую почту. — Вот у меня сын здесь офицер, я его здесь оставляю. — И едет в Россию. — Отлично. — А то, что Владимир Путин с Ираном дружит? — Как, нормально? — Нормально. — Да? — Дружить вообще это нормально. — С Ираном? — Конечно. Со всеми, блядь. Если ты хочешь, блядь, быть умным и перспективным человеком, полюби врага своего. — А что же вы нас так не любите тогда? — Я тебя бью. — Вы угрожали в начале разговора. — Ой, ну сейчас начни ещё. Пойди ещё в Миштору заяви, что я тебя угрожала. — Так, вот смотрите, вы можете, пожалуйста, нам на эту почту прислать ваш билет, как только вы его купите? — Кто вас спонсирует? Не жалко им денег, блядь, на этот сумасброд? Давай, куда? — Спасибо большое. Я надеюсь, что вы действительно нам прислёте. — Как только соберусь, я уложу свои мотивальные вопросы. — А вы же сказали, что вы проголосуете сразу, нет? Не сразу? — Нет, мне жена, она, я тут 30 лет как-то жила, у меня квартира, машина, то-сё. — Ну то есть не прямо завтра? — Ну а как завтра? Я шопаю. — Ну просто так могло прозвучать, что вот прямо завтра. — Нет, ну что вы цепляетесь? Вы же взрослый человек, вы же понимаете. 30 лет жить, воспитывать детей здесь, он в армии, мне надо закончить какие-то нюансы, бумажные нюансы, с квартирой нюансы, с машиной нюансы, с работой нюансы. Есть вещи, которые не решаются вот так. Мне не 16 лет, чтобы я прыгнула в вагон и поехала. Когда-то это было, да, он в армии, ой, я с ним не попрощалась. Прыгнула и поехала. Это было давно, это была романтика. А сейчас уже всё адекватно. — Ладно, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. — Скажите, сколько вы сегодня часов провели здесь у консульства? — С 10.45. — Оно того стоило? — Оно того стоило, да. — Как устроена процедура? Всё ли спокойно, быстро? — Не всё спокойно, как бы всё равно есть столкновение между путинистами и антипутинистами. — Кого больше, как вам кажется? — Конечно, антипутинистами. Молодёжи больше. — Ну, что мне есть? — Сложилось впечатление, что у взрослого поколения 90-х годов всё за Путина. Хотя они живут здесь более 20 лет, я так думаю. — А как вы голосовали, если не секрет? — Против Путина. — Вы испортили бюллетень? — Нет, я классовала за Таванкова. — Вы здесь с 8 утра? — Да, с 8 утра. — И будете здесь до консульства? — Я не представляю, честно говоря, поэтому я вас прошу. — Тяжелый случай. — Да? — А много людей прошло? — Очень много. — Он бы лучше Акзерпола спросить. Они их там считают, у них чётчик есть. Моя задача только в порядок, чтобы они потихоньку заходили и не сорвали ничего. Так лучше будет только всем. — Заходите потихоньку, господа. Только, пожалуйста, не травмируйте друг друга. Я вас умоляю. Заходите потихоньку. — Мы скоро вас с собой заберём. — Пожалуйста, заходите потихоньку. Заходите потихоньку. — Восемь часов ожидания. Я очень надеюсь, что люди, которые до сих пор находятся в очереди, что они успеют проголосовать. В целом, достаточно большая давка охрана на входе встречается в совковой манере, но проголосовать удалось. Удалось даже пронести телефон и сфотографировать свой бюллетень. Очень надеюсь, что люди, которые здесь стоят, они против путинского режима и в знак протеста своего личного я бы хотел сжечь свой российский загранпаспорт, потому что я не собираюсь возвращаться в Россию. Моя родина — Израиль, но в том числе моя родина и Россия, где находятся мои близкие, друзья, девушка. Очень жду здесь их гостей, но в Россию не ногой. — Развините бумагу. — Для кого это послание, для кого это акция? — Это акция прежде всего для меня. И я очень верю, что люди начнут интересоваться настоящими новостями и понимать, что происходит на нашей родине. Как я понимаю, все, кто здесь стоят, наша родина — это Россия, где мы родились. И начнут смотреть не только первый канал, но и какие-то независимые новости и действительно узнавать, что происходит. Россия без Путина! Россия будет свободной! Друзья, прервемся ровно на 10 секунд, чтобы я успела напомнить вам про Patreon программы «Есть вопрос». Если вы досмотрели интервью до этого момента, то смею предположить, что вам нравится наша работа. И чтобы мы могли делать ее больше и лучше, нам необходима ваша поддержка. Ссылка в описании, а теперь вернемся к просмотру. Аббас, после так называемых выборов Путин впервые произнес фамилию Навального. Почему? Мне кажется, знаете, он расслабился. Он был очень напряжен в последние месяцы. И тут у него такая гора с плечи свалилась. Такое ощущение, что сделал большое дело. И его, то, что называется, Остапа несло. Его вчера несло, он мог себе позволить уже называть имя Навального. Мог позволить себе говорить о нем с сожалением, сочувствием. Он же сказал, что жалко, что он умер. Там же такое прозвучало. Он трижды сказал, что ушел из жизни. А, да, ну хорошо. Ну, то есть, элемент сочувствия был. Понимаете, звучал как жалко или сожалею. Как так прозвучало. Ну, то есть, не было там такого злобного скала, что там... Как обычно они реагируют в социальных сетях. Вспомните. Да? Типа, земля... Стекловатая, обычно. Земля стекловатая, что-то такое, да. Ничего ж такого не было. Ну, то есть, было, да, сожалею, так сказать, прозвучало это. Потом признал, что, значит, хотел его обменять. Не дослушав даже это предложение, сразу сказал, что да, меняйте. Ну, вообще, там у него прозвучала мысль про правительство, что, дескать, ну, есть теперь два с половиной месяца, так сказать, до формирования нового правительства. Чего торопиться? В общем, у меня такое ощущение, что он сейчас, знаете, расслабился, гора с плечи свалилась. У него такое ощущение, что, ну, все, я там себе как минимум следующие шесть лет, так сказать, обеспечил. Да, теперь пусть другие работают, я на расслабоне. И вот он сейчас, мне кажется, вообще уедет отдыхать, полгода будет там, значит, Валдай, Сочи, Алтай, Геленджейк. Значит, у него много точек, да, мне кажется, он оттуда вылезать не будет. Что интересно, и его окружение, там, Сири Патрушева, Ковальчук и Сечина тоже так же. Они все пожилые, на самом деле, они, так сказать, считают, что они заслужили отдых. Вот, я как раз прогнозирую, что сейчас вот наступит такой момент, когда степень, вот они до сих пор управляли все прям буквально в ручном режиме. И теперь степень координации усилий между различными ветвями власти, органами власти, там, министерствами, ведомствами, кланами неформальными. Все же надо координировать, постоянный диалог нужен. И отсутствием диалога являются как раз такие истории, как конфликт, например, Пригожина с Министерством обороны. И вот надо, значит, вот этот постоянный диалог обеспечивать и координацию обеспечивать. И вот степень этой координации, она будет теперь слабеть. Ну, то есть, замам они все передоверят, но у заместителя априорно, это же очень персоналистская система, и у него априори нет таких возможностей, как у начальника. Если начальнику для того, чтобы решить какой-то вопрос, надо, условно говоря, один раз трубку поднять, пять минут поговорить и готово, то его заместителю надо трубку поднять, там, пятьдесят раз. Переговорить, уговорить, согласовать, исправить свою позицию, там, вызвать своих подчиненных, сказать, перепишите документы, потому что этот департамент не согласен, они визу не ставят и так далее. Ну, то есть, начальник все это одним рыком там решил. А этому надо, ну, пол дня на это потратят, а в сутках все, двадцать четыре часа. То есть, мне кажется, сейчас все большее число вопросов будет откладываться в долгий ящик, значит, решаться будет, ну, только то, что вот без чего совсем нельзя, вот, и... Не слишком ли большая эта роскошь на третий год войны, с учетом заканчивающихся денег? Я же вот про это и говорю, что им, вот, вы спросили, что я почувствовал во всем этом, вот, да, я почувствовал вот такой настрой. А вот с его точки зрения, да, третий год войны, но в целом, тем не менее, ну, я нормально. Я вот, там, главную часть работы сделал, военные сейчас будут пусть воевать, воюют пусть, да, значит, Мишусин пусть там рулит экономикой или там кого-нибудь другого, может, значит, значит, вот так. Не то, чтобы он скажет, вообще никто ничего не делайте, ну, просто он скажет, по пустякам не беспокойте, значит, и все знают, на самом деле, ну, придешь с вопросом, который он сочтет пустяковым, он накричит еще, кому охота. Он кричит обычно? Нет, не знаю, никогда не слышал. Ну, то есть, когда я там работал, даже голос не повышал, то есть, он был вообще абсолютно корректен вот тогда. Ну, последний раз я его живьем видел, это был 2010 год, нет, потом, когда уже я в Башкирии работал, он приезжал, и были там мероприятия, да, я присутствовал. Ну, окей, где-то 2012 или 2013 год, хорошо. Вот, ну, нет, тогда он был предельно корректен. Ну, я думаю, что он с подчиненными, может, и сейчас, в общем-то, корректен, потому что они же, так сказать, не бросают ему вызовы, да. Его бесит, когда кто-то ставит под сомнение его власть, бросает ему вызов. Вот Навальный. Вот, а подчиненные, они все, так сказать, полупоклонны, там, подовострастны, так сказать, да, все и все пытаются исполнить, даже если что-то не исполняют, ну, просто потому что они такие гении, как я, так сказать, вот, какие уж есть. Поэтому вполне возможно, что он с ними-то и сейчас корректен. Не знаю. На днях исполнился месяц с убийства Алексея Навального. Стало ли понятно, почему Путин это сделал? Ну, принципиально, для меня ничего нового не открылось. Я как занял вот позицию тогда, я ее, в принципе, и придерживаюсь. Значит, я считаю, что решение убить, оно созрело, вот, знаете, в зазоре между внешней и внутренней политикой. У него осень была вот с точки зрения внешнего периметра, так сказать, достаточно удачной. Удалось остановить украинское контрнаступление, оно реально их напрягало. Да, украинцы в 22-м году показали, ну, суперэффективность какую-то, да, несмотря на неожиданную войну и явное превосходство России в материальных, так сказать, ресурсах. Тем не менее, они, ну, крайне эффективно выстроили оборону, они стояли в обороне, потом даже там поперли наших, значит, из-под Харькова, из-под Херсона, из Херсона выгнали. Вот. И, в общем, казалось, что вот если они сейчас перейдут в оборону, ой, если они сейчас перейдут в наступление, то это, так сказать, ну, вообще-то уши сверебует. Опасения были очень серьезные. Плюс еще наложился вот этот мятеж Пригожинский, да, и Вагнер был, по сути, ликвидирован. То есть, остались и без Вагнеров, то еще. Было очень серьезное напряжение. А тут вдруг, ну, к середине осени, там, примерно, к второй половине осени выяснилось, что ну, нормально, и мы, оказывается, воевать тоже умеем, научились, может быть, или как-то. Как-то, в общем, получилось. И тут Запад начал посылать эти сигналы, ах, мы устали, ах, надо, так сказать, переговоры вести, там, значит, вот, американцы прекратили оружие поставлять украинцам, да, вот. Ну, Россия потихонечку, там, пошла вперед, Авдеевку окружили, потом взяли. Ну, то есть, вот, нормально. Такое ощущение, что вот эта стратегия давления, которая в предыдущий период, ну, ты ее ставишь под сомнение, а может быть, ну, нельзя давить до бесконечности. То есть, Путин всегда, вообще, в принципе, избирал простую стратегию. В любом конфликте нажимаешь на педаль газа и несешься вперед с выпученными глазами, и все равно они струсят и отвернут. Все трусы. И вот, а потом, когда вот нашла коса на камень случай с Украиной, стало в какие-то моменты казаться, что, ну, может быть, и не всегда это правильная стратегия. Да, и вот эти технократы, Ковальчуки и все такое, они заняли как раз эту позицию, что не надо без необходимости в каждой ситуации нажимать на педаль газа. Иногда надо и сманеврировать. Вот. А тут вдруг, ну, да нет, нормально, работает. То есть, даже если в какие-то моменты кажется, что не работает, на самом деле все равно работает. Вот. А на внутреннем периметре ничего такого хорошего не происходило. Граждане, словно, так сказать, не видят все эти успехи. Протестное настроение усиливается, тяжелые мобилизованы, что себе позволяют, так сказать, да. Избирательная кампания началась. Кто хозяева повестки? Сначала Дунцова, потом Надеждин. Значит, самого Путина как будто бы, так сказать, и нету этой придуранной повестки. В какой-то момент даже пришлось Такера Карлсона выписывать, значит, иностранного специалиста. То есть, своя пропаганда не справлялась, не могла поставить его в центр предвыборной повестки. Вот. И с точки зрения... И тут еще вот это вот очереди в поддержку выдвижения Надеждина. Да, они... Это же вот с точки зрения внутренней политики, это реально такой шок для системы, которого два года не было. Вдруг протест материализовался. Два года его практически не было. Ну, то есть, он как бы есть, но его вроде и нет. Да. Выходит, в целом, говорит, у Путина 90% рейтинга. А оппозиции, ну, и возразить нечего, в общем-то, да. Доказательств от противного нет. Выходит Песков и говорит, нация сплотилась вокруг лидера там. И руками разводим, ничего сказать не можем. Вот. А тут вдруг... Ба, значит, мы не знаем, какой там у вас, у Путина, там рейтинг. Да. Но мы людей, которые сдавали подписи в поддержку его движения, не видели. А в поддержку антивоенного кандидата, вот, пожалуйста, смотрите, по всей стороне вышли, стоят в очереди. Да. И с точки зрения Путина, это штука, ну, это косяк в управлении внутренней политики. Это Киренковский косяк. То есть, зачем-то заигрался в эту легитимность, демократию. Значит, и в итоге зачем-то позволили ему собирать подписи. Не могли снять, дальше, извините, не могли, что ли, снять ее, как, не допустить, как Дунцову. Да. Это все вот от этих вот попыток маневрировать, так сказать. Вот. И в результате создали себе проблему. И я думаю, этим воспользовались все вот эти ястры. Там Сечин и Патрушевы, так сказать, Громовы. Прибежали и, значит, Владимир Владимирович, да вот они тебя, эти бывшие сеслибовцы, так сказать, доведут до греха, значит. Вместо того, чтобы давить, значит, вот, что вы выдумали. И вот в результате проблемы, значит. Надо всех там к черту ликвидировать. И вообще, тем более, когда выясняется, что у нас огромное количество граждан, значит, только сидят в засаде и ждут, чтобы выскочить и начать протестовать. Но что мы можем в этой ситуации сделать? Как мы можем себя обезопасить? А у нас выборы же скоро. Значит, мы, ну, остается только вот вообще зачистить поля, ну, ликвидировать всех тех, кто способен возглавить этот протест. Пусть остается бесструктурная масса, так сказать, толпа не структурированная, вот. И я думаю, что вот из этого всего в совокупности и вызрало это решение. То есть, а что я вообще сюсюкаюсь с ним? Что я боюсь там этого общественного мнения? Да, видите, вот к черту. Что я боюсь там, что это Запад скажет, значит. Да он, Запад, сдулся уже, ничего не может сделать. Он, я Авдеевку взял, а они прекратили поставки оружия, значит. Слабаки. Вот я думаю, вот на этом... То есть, с одной стороны, внешняя политика подпитывала его эго, да, а внутренняя политика создавала точку раздражения такого. Ну, то есть, раздражала все больше. И вот вызрело желание решить все проблемы, так сказать, вот шашкой. Ну, это интересно. Если именно очереди в поддержку Бориса Надежнина стали последней каплей, то почему он принял решение столь радикальное, как убийство? Почему он, например, своих любимых бюджетников не согнал в те же очереди, но в поддержку Владимира Путина не изобразил вот эту картинку, которую мы увидели на избирательных участках 15-16 числа? Почему он не выстрелил этих же людей до непосредственно самой процедуры голосования, чтобы и у него были очереди, как у Надеждины? Он-то подписи сдал до Надеждины, понимаете? И они... Ну, уже какой-то... И было уже поздно. Да, но в тот момент, в поддержку движения Надеждины еще не было, когда он собирал. И, соответственно, ну, они просто не понимали, что как это может быть. Они реально это не предвидели. И, соответственно, когда стало понятно, что есть проблемы, и теоретически они могли эту проблему решить, ну, было уже поздно. И плюс то, о чем вы говорите, это как раз предложение вот из серии «Технократические». Как раз это вот предложение для Кириенко. Ну, Кириенко мог бы мог это делать. А Громов и Сечин, ну, они предлагают более сильное решение. И это решение, так сказать, для слабаков, понимаете? Вот. Чего там эти очереди выстраивать? Не, ну, очереди тоже можно выстраивать. Ну, на самом деле, что? У нас враг. Мы его в своих руках держим. Изначально была надежда, что мы его сейчас сломаем, так сказать, да? И он там займет такую лоялиськую позицию. Вот. Ну, или заткнется хотя бы. А он не ломается. Мы его не ломаем. Мы его ломаем. Он не ломается. Мы его ломаем. Он не ломается. И он реально становится уже такой, ну, мифом, легендой какой-то. Да? Происходит такая моделизация, так сказать, Навального. То есть, его вот после всего этого, вот, ну, то есть, в какой-то момент он может выстрелить просто ракетой. То есть, уже к нему такое, помимо согласия с продвигаемым им месседжем, что власть там коррумпированная, авторитарная, так сказать, неправедная, к этому всему еще добавляется вот это ощущение легенды, так сказать, да? В тюрьме не сломался, там, прошел через застенки царские, так сказать, да? Ну, такой уже революционер настоящий прям, да? Готовый. То есть, мы его своими руками сейчас накачиваем, по сути. Создаем ему легенду, да? Что-то с этим надо делать. Я думаю, из-за этого родилась сначала идея обмена. Я думаю, что он изначально дал отмашку на эту историю. Вот. Ну, то есть, до того момента, пока он не решился на убийство, я думаю, он этот вариант рассматривал как не самый плохой, потому что сломать не получилось. То есть, держать его там, это, значит, его накачивать. Ладно, если сломается, а вдруг так и не сломается. Вот два года не сломалось, так, может, еще два или четыре не сломается. Вот. Соответственно, значит, надо вот хотя бы эту вот эту легендарную, так сказать, вот эту вот составляющую убрать, да? Вышли мы его на Запад, и что? Ну, вот он сидит там все в Германии, в комфорте, так сказать, да? Все, исчезает вот этот вот образ, так сказать, страдальцев за народное дело, так сказать, понимаете? Самое главное, что отличало Навального от других лидеров оппозиции, это была его способность выводить людей на улицы, с моей точки зрения. Это было, выражаясь языком маркетологов, уникальное торговое предложение его. Никто другой это не умел делать так, как он. Другие лидеры оппозиции ждали, когда власть совершит какое-то неправедное дело, народ возмутится, выйдет, и они тогда будут зажигать перед этой толпой, предлагать какие-то месседжи и так далее. Ну, как это было во время Болотной, типичная история. Власть что-то сделала, оппозиция реагирует. А Навальный умел создавать кризис и сам. Ну, то есть, вообще, на ровном месте в 17-м году Крымский консенсус считается, что во всю действует. Значит, про массовые протесты против власти забыли вообще. То есть, казалось, это в какой-то прошлой эпохе осталось там во времена Болотной. Все, теперь у Путина рейтинг 86. Значит, вот-вот, казалось, что, значит, принципиально другая политическая ситуация. И вдруг Навальный выпускает, значит, как гром среди ясного неба вот этот фильм «Он нам не Димон», и реально сотни тысяч людей выходят на улицы. Ну, то есть, он создает повестку. Он не плывет, не движется в форматоре повестки, которая создает власть, а он сам ее создает. Вот. А почему Навальный мог вот это делать? В значительной степени потому, что он первый всегда шел во главе вот уличного протеста. Он всегда в нем участвовал лично. Его лично там неоднократно крутили, кидали в кутузки, да, в автозаке, так сказать. Он там сидел по 10 суток, там, сколько раз уж, да. Вот. И когда он за границей, он лишается, у него как клыки вырвали, он лишается этой возможности. Когда ты там в безопасности, ты не можешь уже посылать своих людей вперед. И он превращается, ну, как вот, я сейчас с их точки зрения рассуждаю, кремлевцы. И он превращается в такого, ну, еще одного говоруна. Ну, сидит там Ходорковский, что-то говорит, пишет там, да. Ну, там много блогеров всяких. Ну, будет одним больше. Нет, тоже неприятно, конечно. Но не смертельно. Во всяком случае, мы прекращаем его сами там, вот, формировать ему легенды. Я думаю, в какой-то момент Путин там сказал, ну, бог с ним, прорабатывайте. Да, я думаю, не было окончательного решения, но он мог сказать, ну, давайте прорабатывать этот вопрос, посмотрим. Как вам кажется, был ли Навальный живой альтернативой Владимиру Путину, но и для его сторонников, для его аппарата, для его окружения? Я думаю, до последнего момента нет, конечно. Он был слишком радикален для них и неприемлем, конечно же, но одна из причин, почему Путин все-таки принял решение убить Навального, он почувствовал, что, а может быть, вот Навальный, это в тот момент, вот, когда он, так сказать, в тюрьме, его накачивают, да, и вдруг он выходит, он, знаете, ну, он такой потенциальный король улицы. И если в элитах созреет какой-то заговор, то эти заговорщики реально, ну, если там будут чекисты, например, которые контролируют все, они возьмут и договорятся вдруг с ним. И он им скажет, окей, ребята, я в сделке, да, там, да, свергаем вместе Путина с двух сторон. Я думаю, Путин, вот, когда он себе это представил, у него прям мурашки по коже пробежали. Потому что без Навального свергнуть Путина силовикам условным, заговорщикам, будет гораздо сложнее, чем с Навальным. Ну, то есть, Навальный им сразу обеспечивает прикрытие с фланга, так сказать, вот, народного общественного мнения. Прямо моментально. Прямо один призыв оттуда из-за решетки, поддерживаем путь чистых, там, так сказать, да, и все, и все, у них этот фланг прикрыт, там, да, и дальше чисто силовая составляющая. Вот. Путин настолько радикализовал ситуацию внутри страны, стал настолько раздражающим фактором для такого количества элит, что этот союз Навальный с кем-то из элит перестал казаться абсолютно невозможным. Убийство Навального – это разовый выход за рамки допустимого? Или, как говорит Эльвира Набиулина, это структурная трансформация и режим теперь такой? Ну, я думаю, что, хотелось бы, конечно, сказать, что это разовое исключение, но оснований такое говорить нет. Особенно в совокупности с тем, что происходит в Украине, там, где кровь рельется просто рекой. Там, ну, если они убивают сотни тысяч людей там, убить там еще несколько человек здесь, предателей, как они считают, но это небольшая проблема. Поэтому, да, это еще одна очередная, так сказать, черта передана, но, ну, то есть, в общем, отвечая, возвращаясь к вашему вопросу, ну, да, это, это, это не разовая штука, это, это, ну, опять же, не скажешь, что новое качество российской политики, да, повторюсь, в Украине убивают людей пачками, значит, ну, и в конце концов, и до этого тоже такие вещи бывали, да, того же Навального уже пытались убить. Может быть, изменилось, что, тогда его пытались убить тайно, не оставляя следов, для этого использовали, так сказать, вот такие сложные схемы, как новичок, а здесь убили практически не таясь, потому что он в полном их распоряжении находился, во-первых, во-вторых, ну, смотрите, убили, после этого тут же начали, значит, награждать, там, Ксиновцев, да, Следственный комитет, там, на повышение люди пошли, которые Навальным занимались, новые звезды, новые должности, вот, плюс вот эта история с телом, ну, то есть, не то, что, там, ох, он умер, и они каются, так сказать, да, возьмите тело, мы поможем вам организовать похороны и так далее, нет, то есть, это часть нашего плана, там, да, значит, мы награждаем своих, кто к этому был причастен, тело мы вам вообще не отдаем, вот, комментарии соответствующие такие же агрессивные, так сказать, вот, то есть, это такая, вот, такой серьезный шаг в направлении радикализации уже такой, вот, публичный, то есть, от тайных убийств решили уже практически к ягнам, вот так. Кто представляет опасность для режима, только ли оппозиционеры или теперь уже любые несогласные? На самом деле, по-настоящему опасным является для режима как раз connection, вот, между двумя этими, контакт, то есть, они в совокупности. То есть, буквально вы? Почему я? Вы имеете в виду connection между этими двумя мирами? Да. Я неправильно вас поняла? Да, 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 connection между, а почему я-то? Ну, вы же как раз такой посредник, есть такое ощущение, ну, как бы? Я, ну, я не знаю, не, неприятно, конечно, если я сыграю свою роль, так сказать, в эту историю, но, ну, то есть, революцию одна оппозиция сама по себе не сделает, и революцию одни сами по себе вот граждане тоже не сделают. Только установив между собой какие-то контакты и начав действовать сообща, они смогут организовать революцию. То есть, я вот это имею в виду. То есть, вы имеете в виду вот этих медиаторов между, условно, там, избирателями, гражданами и оппозицией? Ну, не медиаторов, почему? Ну, просто политики. То есть, политики ищут свою аудиторию. Навальный искал свою политику. Ему что, нужны были политтехнологи? Нет, он сам себе был политтехнолог. Там, не знаю, Глупов, Яшин там. Я вас сначала неправильно поняла. Я думала, вы имеете в виду тех, кто стоит между путинской системой и, условно, оппозицией. Не-не, тогда, может, я вопрос не понял. Значит, вы меня спросили про рядовых граждан. Это представляет опасность. У нас есть, условно, оппозиция. Это Михаил Ходорковский, Максим Кац, команда Алексея Навального. Есть несогласные журналисты, активисты, любые публичные персоны, спикеры. Нет, я думал, вы имеете в виду широкий народный масс. А, нет. Ну, если хотите, давайте введем их тоже в это уравнение. Ну, то есть, на самом деле, удавшаяся революция – это всегда широкая коалиция, когда в союз вступают люди, которые прежде никогда вообще не в состоянии были между собой договориться. И никогда друг друга не слышали. У нас элементы вот этой истории наблюдались, например, когда подписи в поддержку движения Надежды начались. Почему, собственно, Кремль прорезевал Надеждину-то? Почему они позволили ему собирать подписи? Они были абсолютно уверены, что вся несистемная оппозиция скажет – фу, это очередной мурзилкой. И начнут его, так сказать, долбать и критиковать. И страшным с ним не могу присниться, что все, начиная от КАЦ и команды Навального и заканчивая Ходорковским и чуть ли не Каспаровым, но Каспаров, правда, не участвовал в этом, ладно, окей. Но все остальные, помимо него, поучаствовали. Все сказали – да, классно, давайте, сдавайте подписи в поддержку движения Надежды. И волну подняли они, собственно говоря. Их сторонники первыми пошли и начали это делать. И вот на этой поднятой волне уже потом поехали все и остальные колеблющиеся стали присоединяться, когда увидели, что движ пошел. И Кремль не мог себе это представить. А оно вот произошло. То есть любая революция – это всегда условные большевики вдруг оказываются в одну сторону баррикад с условными кадетами. И с разных сторон давят на императора с помощью разных средств. Кто-то приходит и говорит, государь, отставка неизбежна, а кто-то выводит людей на улицы. И все вот в одном направлении давят. Или там во Франции монархия пала. Тоже на первоначальном этапе с одной стороны якобинцы, с другой стороны, как этот Герцог и Галите и прочая революционная аристократия. Потом они между собой достаточно быстро вступают в конфликт, и кто-то из них побеждает. И в результате революция или идет по радикальному сценарию, как это было во Франции. Вот эти якобинцы побеждают жерандистов, условно говоря. А в нашем случае там условно Ленин побеждает условно Керенского. Ну, либо идет по умеренному сценарию, как было с немецкой революцией 1918 года, когда, значит, социал-демократы сумели, вступив в союз с военными, сумев договориться, разгромили радикалов вот этих революционных старост, всех этих спартаковцев, спартактистов, вернее, Роза Люксембург, всех этих, Лара Цеткина и так далее. Вот. Карл Липник. То есть потом будет конфликт. Но на первоначальном этапе, на этапе свержения старого режима они все единым фронтом выступают. Ну и в нашем случае это такая же история. А вы считаете себя оппозиционерным? Ну, как бы меня история туда вытолкнула, в этом направлении, но вообще я очень долго сопротивлялся. Да я и сейчас, честно говоря, сопротивляюсь. То есть я все-таки не политик, я эксперт, я должен быть объективным, я по максимуму. Трудно быть объективным в ситуации такой совершенно очевидной битвы добра со злом. Вот. Но максимальная неангажированность, я все-таки стараюсь ее сохранить. И во всяком случае я точно не претендую на то, чтобы вести за собой людей. Значит, не так давно. Вот вчера, кстати, вы ездили, смотрели, как голосует Тель-Авив. Вот я туда не поехал. Почему? Меня Курников спрашивает, значит, вот вы пойдете? Я говорю, нет, слушайте, у меня столько запросов на интервью, что я, ну, я, вот если я туда поеду, я потеряю, там, я не скажу, значит, ну, мой анализ не услышит там огромное количество людей. А я туда пойду, ну, один голос я добавлю. Да, ну, то есть совершенно неспоставимые вещи. Да, один голос там или куча людей, которые, ну, может быть, я смогу убедить в чем-то, да, смогу, значит, добавить адекватные, ну, там, адекватные оценки людям, да. И он говорит... Так а может вы своим примером вдохновили? Вот он то же самое говорит. А я не хочу вдохновлять примером, я не хочу за собой вести, ну, это не мое, понимаете? Вот есть вещи, которые, вот, я некомфортно себя чувствую в ситуации, когда на меня смотрят, как на какой-то пример. Я нормально себя чувствую в ситуации, когда меня слушают, как человек, который что-то знает, чего они не знают. Да? Ну, в качестве вот образца, ну, то есть вот разница между политиком и политологом, вот в этом, да? В одном случае ты просто анализируешь то, во что ты не вовлечен сам, а во втором случае ты уже вовлечен сам и ты ведешь за собой. А почему, кстати? Я с детства не мог вести за собой, ну, то есть я всегда был там специальным пионерского отряда, там, значит, судьба меня закидывала староста, я вам вчера рассказал, как меня изгнали, значит, с должности староста. Так может, жизнь сама толкает вас? Вот, а я сопротивляюсь, я не хочу жить жизнью вот так, как, значит, кому-то другому удобно, я хочу прожить так вот, чтобы, ну, самому себя комфортно чувствую. 87 процентов с небольшим итогом. Можно я сейчас, извините? Вот очень важная такая штука, это такой пример, может, он очень пафосный, мне, ну, я же выходец из Башкирии, да, и мне очень многие часто там, вот, ты там, будущий президент Башкирии, там, особенно тосты, когда произносят, там, я все время говорю, слушайте, да не дай бог, нет, я готов работать главой администрации у любого президента, и у президента России, так сказать, и у главы Башкирии, а первым лицом я нигде не хочу быть, потому что это реально колоссальная ответственность. вот, и в качестве примера я привожу историю с Бесланом, тогда председателем, я ее знаю из чужих слов, и поэтому извиняюсь, так сказать, кому-то что-то, так сказать, не понравится в моем рассказе, значит, тогда председателем парламента Осетии был, Северной Осетии был Мамсур, и двое его детей оказались в заложниках в Беслане, и начались переговоры, Руслан Аушев тогда пошел там на территорию школы и начал вести переговоры, и он оттуда позвонил в штаб, а Мамсуров находился в штабе, и, ну, там, обсудил, то есть, чеченцы, которые находились там внутри, они согласились отпустить какое-то количество детей в обмен на переговоры, или еще что-то, и Аушев позвонил, об этом все, там, переговорил, ну, и попросил, так сказать, дайте Мамсурова, ну, и говорит, это ему раз, а я, значит, двоих двоих выведу, Мамсуров сказал, нет, не надо, пусть остается, дай только на секунду трубку моему сыну, сыну там было, по-моему, что-то там 10, там, не знаю, 11, и дочке чуть больше, там, 12-13, по-моему, так, и он сыну сказал, сын, значит, я надеюсь, ты будешь вести себя достойно, ты мужчина, заботься о сестре, вот, и началась стрельба, значит, и, ну, дочка, к счастью, по-моему, вообще не пострадала, сын был сильно ранен, что-то, по-моему, позвоночник повредили долго, потом там лечили, операции делали и так далее, ну, вроде как выжил, все нормально, и я вот себя говорю, вот это, ты должен претендовать на первое место, на место первого лица, да, если ты, ты готов вести себя так, ну, то есть, если ты глава региона, если ты руководитель страны, то ты сам должен вообще быть готовым пожертвовать всем своим личным, своими детьми во имя чужих детей, потому что вот они твои дети, так сказать, да, вся твоя страна, я к этому не готов, я слишком сильно люблю своих детей, я к этому не готов, и поэтому я лучше, вот, чем терзаться, мучиться, так сказать, да, там, выбором этим постоянно, он же постоянно этот выбор, да, украсть или не украсть, например, это же тоже об этом. А вы часто перед таким выбором оказываетесь? Вот, нет. Моя работа не предполагала воровство, значит, я же, я же, ну, всегда был технологом таким, да, по сути. И, значит, а вот если я стану первым лицом, то выбор появится, и черт узнает, там, значит, сумею я его совершить или нет, да лучше не оказываться перед этим выбором, а потому что, ну, помните, что я вчера говорил, потому что все равно потом расплачиваться им придется за все это, как детям Путина придется расплачиваться за то, что он делает. А какой будет эта расплата, как вам кажется? Ну, какая-нибудь будет. Ну, вот как Мария Воронцова должна будет ответить за дела своего отца? Да просто, даже если просто, вот тут ей будет стыдно, то есть общественное презрение, так сказать, да, даже это уже ужасно. Вот. Когда ее дети, его внуки будут стыдиться своего имени. Вот это же самое худшее, что может случиться. Вообще. Вот я то, что сейчас делаю, я делаю во многом именно потому, что я знаю, что моим детям не стыдно будет за своего отца. Вот. И это важнее, чем конкретно материальные блага, которые я могу дать им в этот настоящий момент. Ну, я тоже, конечно, очень люблю их радовать. Да, но это все равно вторично. Может быть, я пафосно рассуждаю, да, но мне, в принципе, вот этот пафос нравится, потому что он меня удерживает на, так сказать, на тропе, не позволяя с ней свернуть в кусты, в чаще, а постоянно соблазны возникают. В общем-то. Вот. И... В общем, я вот считаю, что если ты к этому не готов к самой пожертвованию, значит, то и нечего туда суваться. Навальный был готов, он это сделал. Вот это нормальный пример. Вот политик, он и должен быть таким. А я не политик. Потому что я не такой, я не в состоянии. Я даже не говорю, что я хуже. Нет, ну я просто другой. Вот. Поэтому я туда не полезу, я буду рядом, значит, и мне кажется, я принесу, значит, больше пользы всем. Не только себе и своим детям, но и окружающим, так сказать. Вот. Поэтому я не веду за собой, поэтому я не пошел туда в, значит, в посольство. Потому что кто-то мне там говорит, вот ты должен был там оттуда стримы вести. Ну, господи, ну какие стримы? Вот я встаю, значит, там, веду за собой. Поэтому, ну, не мое, понимаете. Не, не могу. 87% Владимир Путин, так или иначе, нарисовал себе по итогу этого голосования. Туркменбаши, в общем-то. Официально теперь уже. Туркменбаши и точка. Это вкусно? Сколько это вкусно? Извините, дорогие зрители, я вас. Давайте чуть-чуть развернем, что ли, эту метафору. Для кого эти 87%? Ну, для всех окружающих, в первую очередь, для врагов. То есть Путин стоял перед выбором. Сделать, условно говоря, 55%, и тогда результат был бы намного более достоверным. Реально сложно было бы спорить с тем, что все сфальсифицировано, если бы он сделал себе 55-56%. А сейчас спорить даже не надо. Ну, то есть это аксиома. Я сейчас в Телеграм, вот прямо перед нашим интервью, выложил, значит, с десяток сканов успел сделать, как в городских группах, в Телеграме, обычные горожане, как реагируют на эту новость. Там везде клоун и красная рожа, вот эта злая. Ну, то есть повальное доминирование негативной реакции. А Россия, ну, городская Россия, это 75% населения страны, в общем, население у нас 25% только жив. Вот. В общем, он мог реально сделать свой результат гораздо более легитимным, так сказать, более честным он бы выглядел. Но он предпочел продемонстрировать силу. Не думайте, что я ослабил свой контроль над аппаратом, или что аппарат ослабил контроль над страной. То есть он пытался продемонстрировать. Вот он боялся, что если он сделает 55%, то его критики скажут, о, слабеет. Вот в 2018 году 76% все нарисовал, а сейчас не смог, видимо. Нарисовал только 55%. И вообще считает нужным заигрывать с общественным мнением. Вот раньше он на него плевал, рисовал любой результат, как его хотел. А сейчас он, значит, считает нужным заигрывать, прогибаться. Значит, слабеет, стареет. И понятно, что так скажут критики. То есть свой его народ поверит этому результату, народ будет доволен. Но он, ну, не весь, конечно, ну, значительная часть его, по крайней мере, сторонников, колеблющих, в результат 55 поверили бы. Вот. Но он предпочел, это вообще о системе его приоритетов, в первую очередь, говорит. Он предпочел продемонстрировать свою силу врагам, а не свою честность своим собственным сторонникам. То есть, это такая формула Каллигула, значит, пусть не любят, главное, чтобы боялись. То есть сила для него, главный источник легитимности, как он чувствует, гораздо более важной, чем та же честность. Вот как-то так, я думаю. А то, что он выдал по 3% своим конкурентам, это издевательство? Ну, им просто не осталось. Ну, то есть, если ему надо 90, то по сколько им выдать? Нет, подождите, там можно было какую-нибудь другую пропорцию нарисовать. Например, второму, точнее, человеку, который пришел на второе место. Ему чуть повышается. Да, нет. 6-7. Не-не, а так они как раз все трое, он, вот вы говорите, издевательство. Нет, он очень хорошо, я думаю, к ним относится. Я сейчас не знаю, как с Заванковым будет, потом отдельную историю можно порассуждать. Но, в целом, ну, они же сыграли вот как надо, по правилам, как было велено. Ну, то есть, они прямо усиленно делали все, лишь бы не создать случайно проблему начальнику. Да, и поэтому там издеваться над ними, ему точно не с руки. И я думаю, выделить кого-то из них ему очень сложно. Ему прямо трудно было, я думаю, вот прямо так. Вот как вот у тебя, допустим, вот у меня четверо детей, я же не могу сказать, какого я люблю больше. Они с такой? Нет, они все одинаковые, я всех люблю. Вот, и они для Путина вот в этом смысле такие, ну, близкие. Ну, за что? Ну, повысишь Харитонова. Да это тоже дети, господи. Посмотрите на них, то есть, что старые, что малые. Да они, конечно, у Путина столько детей, что там уже больше тремя, меньше. Это совершенно не имеет никакого значения. Ну, то есть, вот выделишь Харитонова, ну, Слуцкому будет обидно Дованкову. А ты хочешь их обижать? Нет, не хочешь. Вот, вот, поэтому честно поделюсь. Удивительно. Про Дованкова что скажете? Каким он стал политиком по итогу этой предвыборной, бюро в кавычки, кампании? Я думаю, сейчас его заставят зигануть. Путин любит троллить оппозицию. Я думаю, он сейчас вообще может... Простите, а Дованкова – это оппозиция? Ну, подождите. Оппозиция сделала его символом антивоенного движения. Были призывы голосовать. Ну, Максим Кац – да. Ну, Кац – это всё-таки серьёзный игрок на оппозиционном поле. Очень многие оппозиционеры реально за это уцепились. Ну, кто, например? Нет, сторонники оппозиции, я имею в виду. Не то, чтобы... Окей. Не лидеры, но те, кто поделит. Да, 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 да. Ну, это объективно понятна логика Кац – он просто гнался за большинством. Ему казалось, что самое главное – много-много. А то, что символ такой, что непонятно ещё, что он символизирует, вот он этот момент упустил. Кац – мне кажется, он слишком деятельный, слишком активный, ему просто сидеть на печенье хочется. Он, в этом смысле, наверное, Навальный очень сильно мне напоминает. Ну, хотя нет, Навальный умел не суетиться. Вот я помню вот эту вещь, а, извините, что отступаю, а, значит, историю с конституционным голосованием, как все кричали там «Навальный, так сказать, приди!» Он же сказал «Ну, это жульничество, в этом не надо участки». Он, мне кажется, он такой реально прирождённый партизанский лидер был. Но ведь как партизаны ведут войну, как они её вообще могут выиграть у регулярной армии, которая их превосходит в количестве, в ресурсах и так далее. Значит, только за счёт неожиданного нападения. Ты всегда сам выбираешь поле боя. Не враг решает, где ты с ним вступишь в схватку, а ты. Если он хочет навязать тебе бой здесь, ты уходишь, а тебя тут нет. Ну вот, он чувствовал, и он прав оказался на самом деле, что эта схватка, Путин её так сделал, ну, её невозможно выиграть. Так что туда тогда лезть? Ну, мы полезем, проиграем, мы будем деморализованы, его ряды будут увеличиваться за счёт колеблющихся. Ну, колеблющиеся всегда идут за успехом. Вот его идеал – это история с «Он вам не Димон» или про Геленджик. На ровном месте вообще из ниоткуда сам такой раз выскакивает, налетает, так сказать, и крошит ряды врагов и снова отступает. Вот, он был в этом смысле гениальный партизан. И вот в конституционном голосовании, там, где было невозможно выиграть, потому что, ну, оно было, правила так организованы были, вот, прикрылись они все этими вот этой чепухой, значит, о нерушимости границ, там, ну, там же были куча правок таких, эффективных, да. Ну, и Навальный понимал, что они будут доминировать в повестке, да, и мы эту повестку в текущих условиях перекричать не сможем. И он себе любой результат обеспечит. Собственно, так и произошло. И рейтинг Путина за август, вот в июле прошло конституционное голосование, за июль-август вырос одобрение деятельности, если не ошибаюсь, по ливаде на 7 или 8 процентных пунктах. То есть, очень сильно его этот результат легитимизировал. То есть, оппозиция, вот та, которая вступила в бой, там, тогда она была, так сказать, она была разбита, да, и Путин, так сказать, победителем, триумфально там прошелся. Вот, поэтому, значит, может быть, Навальный в этом смысле, ну, может, я зря их с Кацем сравнил. В общем, вот, Дованков, с моей точки зрения, был, конечно же, очень сомнительным символом антивоенного движения. Надеждин, который занял четкую антивоенную позицию, он мог таковым стать. Дунцова тем более могла стать таковым. А Дованков, ну, он, в конце концов, голосовал за СВО, он голосовал за аннекцию этих территорий, он голосовал за, значит, закон о военных фейках, да. Поэтому, ну, этот человек, видно, что он не в состоянии противостоять давлению. Ну, то есть, внутренне, да, видно, что ему это все не нравится, что если бы, будь его волей, ничего бы этого не было. Но он не в состоянии противостоять давлению. Соответственно, ты, накачивая такого человека, ты, в принципе, просто создаешь для Кремля возможность, что потом он зигонет, да, и ты такой, и это катастрофа, прям такое поражение. И зачем тогда создавать большинство на... То есть, повторюсь, да, призывать голосовать за конкретного человека легче, чем за абстракцию в виде, там, портинг-бюллетеней. Портинг-бюллетний для обывателя, это действительно... Ну, не портинг, делаем его недействительным, да. Это действительно более сложный выбор, он такой более радикальный уже, он разрывает, означает как бы разрыв системы такой, да, такое антисистемное поведение. А мирный обыватель, он на это, в общем-то, не способен. А за Дованкову это же, ну, легально, да. И поэтому люди прям уцепились за эту возможность, очень многие, вот, периферия, так сказать, оппозиции, колеблющаяся. Не ядро, конечно, вот, периферия. Ну, хотя не, ядро тоже там было. Значит, они уцепились за эту возможность, что мы, вот, Дованков, символ антивоенного протеста, он по возможности, так сказать, старался этому делу не мешать, да. Но он явно увиливал от темы войны. Надеждин шел с темой войны на флаге, так сказать, да. А он от нее увиливал. Я вот агитпродукты его смотрел, газеты, там, листовки, которые он распространял. Нет, Надеждин справедливости ради в какой-то момент тоже начал немножко дрейфовать. В какие-то моменты, да, но это уже был дрейф с позиции такой крепкой антивоенной. Да, он лавировал, было видно. Особенно конец, конечно же. Но по сравнению с Дованковым он был, так сказать, скала. Ну, то есть, изначально он все-таки стоял на такой четкой антивоенной позиции, что война – это катастрофа, катастрофическая ошибка. Да, он не говорил, что это преступление, но он говорил, что это катастрофическая ошибка Путина. То есть, войны не должно быть. А Дованков-то что говорил? Он говорил, мы исчерпали все возможности для мирных переговоров, так сказать, с Украиной. И мир только на наших условиях. Да, и мир только на наших условиях. Ну, и Путин тоже самое говорит. Мир на наших условиях. Молодцы. В общем, Дованков оказался, значит, таким негодным для символической борьбы. Все сравнивают это с умным голосованием. Ах, там, умное голосование тоже призывало голосовать не из-за идеальных кандидатов. Это прямо, извините, вот начетничество и талмудизм, как это Сталин называл. Значит, инструмент, придуманный для одной эпохи, для решения совершенно конкретных исторических и политических задач. Сравнивать, ну, это карго-культ такой, знаете, другая ситуация. Тогда было возможно наблюдение на участках. Тогда был более-менее честный подсчет, можно было его добиться. И, соответственно, речь шла о реальной победе с тем, чтобы не допустить реального конкретного единоросса куда-то там сюда. Здесь же о реальных результатах, о том, что Путин проиграет Дованкову, речи не шло. Если бы речь шла о том, что давайте пусть победит Дованков Путин, конечно. Ведь УГЭ – это о реальной победе. Если бы мы об этом говорили, то, конечно, тогда Дованков святое дело. Но мы же говорили о символическом пространстве всего лишь. О том, кто антивоенный символ. А в символическом мире нет места прагматизму вообще. Прагматизм – это из другого мира. А здесь все должно быть идеально. Пальто должно быть белым. Вот в практической политике белое пальто – это нонсенс. А в мире символов – это все. Как ты можешь сделать символом человека, который может заглянуть? Так проблема в том, что вся эта антивоенная легенда, которую очень активно создавали Дованкову, она же продолжалась разговорами про второй тур. Да нет, ну это какая-то ерунда. Я, честно говоря, не слышал этого. Максим Кацин. Говорил, да? Много. Ну, нет. Так это… Ну, тут он опять сгоряча, наверное. То есть, как… Не знаю. Ну, то есть, я вот не могу себе представить, что он искренне вот и верил. Ну, то есть, не, он поверил сгоряча в какой-то момент. Он в полемику, так сказать, вступил, да. Ну, наверное, я не знаю. Свечку не держал. Честно говоря, не слышал даже. Какой тур? Ты говорю, вы чего? Для того, чтобы обеспечить второй тур, должны быть твои наблюдатели на участках хотя бы. Их нет. Дованков сам официально отказался выставлять независимых наблюдателей. Голос ему говорит, возьмите наших наблюдателей. Кто такой, ну, сначала там, да, а потом через день такой, не-не, не надо, спасибо. У нас общественные палаты будут наблюдать. Класс вообще. Общественные палаты будут наблюдать. Вот. В общем, вот мне кажется, что Путин, чтобы патроллить, оппозиционеров, которые сделали от Дованкова своим символом, к счастью, не все. Поэтому поражение оппозиции в этом смысле не будет катастрофическим. Он просто его сейчас включит в состав правительства нового, например, министром молодежной политики. Скажет, ну, вы же за него голосовали, как за молодого. Это же аргумент звучал, он самый молодой. Ну, так вот, давайте я его беру, он там у нас будет работать. И порочит ему курировать вот это пропагандистское направление. Все вот эти, значит, это будет отвратительно, но с точки зрения Путина, вот как он любит. Ну, красиво тоже, в кавычках, конечно. Ну, да. Вот это все вот эти проекты индоктринирования, они же с вузов до детских садов, в принципе, их сейчас создают, для Дованкова работа. И он там будет зиговать с утра до вечера. И что будут чувствовать оппозиционеры? И что будет стоить это, так сказать, большинство, ради которого боролись? Ну, большинство же не само по себе нужно, большинство. Нужно большинство во имя чего-то, большинство во имя Дованкова, который зигует к тому же. Вот. Ну, я сильно удивлюсь, если Путин этого не сделает. Но там есть еще аппаратная составляющая. Дованков же это человек Ковальчука. Ковальчук, вот, помните, я чуть выше говорил про радикализацию Путина, про то, что вот эти технократы с его точки зрения не оправдывают себя. Вот, и, может быть, он, вот это, в этом смысле, меня смутило пятничное назначение Бориса Ковальчука, который сын Юрия Ковальчука, да. Когда его сняли с руководителя Интерраута, крупнейшая энергетическая компания страны, ну, одна из крупнейших. Вот. И пересадили его в кресло замначального управления администрации президента. Это понижение. Это, ну, то есть, конечно, Путин и оттуда может его потом вытащить, куда-то поставить. Но само по себе, как вот мне сегодня написал один, так сказать, человек из-за стенки, там, аппаратчик, да, там, мы переписываемся. Вот. И он говорит, слушай, ну, замначальника управления даже секретаря нет. Он сам себе кофе с по утрам будет варить и сам в столовку будет ходить. То есть, ошибочно думать, что Путин его, наоборот, приблизил к себе? Он же как бы взял в команду? Нет, это бесконечная пропасть между президентом и замначальником управления, понимаете? Там, замначальника управления, значит, ну, он на совещании может в заднем ряду сидеть и там увидеть президента, ну, так, чтобы с ним и президентом разговаривать. Нет. Сам Путин, все, а все лоялисты тут же бросили все эти эксперты, так сказать, там, кремлевские, да, доказывать, что когда-то с должности начальника этого управления Путин стартанул в большую политику. Ну, Путин, во-первых, был начальником управления, а не замом начальника управления. Во-вторых, к нему специально, когда он туда пришел, присовокупили аппаратный довесок такой сделали, зам главы администрации президента, тире начальник контрольного управления. То есть, он на два уровня выше был, чем он был зам главы АП. Там уже у тебя будет и секретарь, и водитель, и целый аппарат твоих личных помощников. Вот. Но это аппаратно другая история. И с этой должности, ну, ты всего лишь одним уровнем ниже главы АП. А тут, ну, ты замначальника управления, над тобой начальник управления, над тобой курирующий помощник президента, замглавы АП, и потом над ним глава АП. Вот. В общем, выглядит это, конечно, с должности начальника этого управления Путин стартанул. Чуйченко, нынешний министр юстиции, правая рука Медведева, да. Когда Медведев был президентом, Чуйченко взлетел, так сказать, там, рукав аппарата правительства и так далее. Ну, то есть, есть примеры взлета. Ну, точно так же, я сегодня в Телеграме написал большой пост. Значит, были примеры, когда Путин, допустим, Николай Бобровского с должности первого замглавы МВД, который должен был сменить Рушаева, пересадил туда, вот, в наказание за, так сказать, за то, что не в тот конфликт влез, не тем людям попытался помешать, против Абрамовича выступил, пересадил его на должность замначальника управления, вот как Ковальчука, как раз, этого контрольного управления, и все, тот там, так сказать, и встретил старость благополучно, спекся, то есть, наверху он оттуда уже не поднимался. То есть, это ссылка. И в случае с Ковальчуком, вот, особенно в этой ситуации, там, понимаете, вокруг него там Шальков его начальник, это чекистский генерал, значит, бывший замначальника ФСБ, замдиректора ФСБ, человек Патрушева, ну, то есть, там, там соседний зам, тоже чекистский генерал, другой зам, помимо Ковальчука, значит, он человек Сечина, ну, то есть, его там обложили вообще, да, это такая, очень некомфортная будет история. За что так? Вот это вообще, вот, я почему, я и говорю, когда я говорю про Кириенко и Даванкова, они же тоже все люди этого Юрия Ковальчука, да, и глядя на историю Бориса Ковальчука, я, я, вот, собственно, у меня и родилась вот эта концепция, что, значит, Путин недоволен вообще всем этим технократическим блоком, то есть, ему кажется, что это какая-то стратегия, которую надо отвергнуть, да, да, ну, то есть, они из чего исходят, что не надо повышать градус конфликта с Западом без необходимости, нынешнего уровня противостояния достаточно, не надо нагнетать, не надо, так сказать, вот, сжать на педаль газа, надо маневрировать, да, а ястребы, которые против, они говорят, да, а что это этих слушать, там, значит, выборы отменить, значит, оппонентов убить, там, кого не убили, пересажать, значит, новую волну мобилизации провести, национализировать экономику, все для фронта, все для победы, да, вот, технократы говорят, какое там национализировать экономику, вы с ума сошли, а те, нет, надо это делать, ну, в общем, вот, 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 похоже, что, опять же, может, не на 100%, но до какой-то степени Путин, вот, там, отвергает этот технократический, значит, подход, и поэтому, вот, и частью этой истории стало, так сказать, низвержение наследника Юрия Ковальчука, потому что Борис Ковальчук, это, по сути, его наследник, его империя, да, и тут его, там, куда-то сослали. В правильности ради, конечно, нельзя исключать от того, что, например, Путин хочет Шалькова сейчас пересадить на пост, значит, начальника директора ФСБ вместо Бортникова, и, соответственно, Ковальчук, там, на его место, да, и тут же сразу довесок видит должность сам главы АП, а через год, там, Вайна уйдет министром иностранных дел, например, слухи такие ходят, и если они правдивы, то, значит, Ковальчук и на место главы АП может теоретически прийти, то есть, это тоже все теоретически возможно, но сейчас его загнали в такой подвал, что, как бы, ты не удаешься, а зачем вообще? Ну, сидел бы там все в интерау, работал бы, да, по крайней мере, было бы кому кофе варить, так сказать. Там столько начальников над ним, что, мне кажется, только кофе остается себе варить, там без него все дела порешают. Пыталась вспомнить, а Ковальчук – это же буквально человек из самого близкого. Да, 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 это самый близкий. Это, по сути, неформальный куратор всей внутренней политики. А давно Путин так с ними обращается? Это же, ну, свой, буквально свой. Вы имеете в виду то, что сын оттуда? Да, да. Ну, первый раз я почему не говорю, что вот такая шоковая история, почему я рассказываю с выпученными глазами, вот, почему и там в аппарате мне вот написали, тоже все такие. Ого. Что казалось, что они неприкосновены? Не, ну, он же его не в тюрьму посадил, так сказать. А, ну, конечно, мог бы и ножичку. Ну, конечно, но, строго говоря, да. Да, удивительно, ну, он же диктатор же, да все. Кто же его посадит, он же памятник. А как вам кажется, Владимир Путин стоит перед необходимостью полностью перетряхнуть весь аппарат, всю систему? Конечно, это супер вообще интересный вопрос. Будет он это делать сейчас после выборов или нет? Как не перетряхивать, если повышать эффективность системы надо? Ну, система явно не справляется. Ну, то есть победа-то не одержана. 87%? Нет, я имею в виду войну. Да нет, ну, это что, это же баловство. Вот, значит, и она сжирает все больше объема ресурсов. Ну, то есть, смотрите, маршал этот Балуевский написал недавно, это вообще начальник генштаба, написал статью недавно в профессиональный журнал, где черным по белому сказал, что надо признать, что современные ракетные артиллерийские системы наши сильно проигрывают натовскими. То есть, смотрите, что получается. Значит, в ситуации, когда санкции еще были минимальными, ну, там, после Крыма, да, между Крымом и началом СВО, мы уже тогда не могли создавать оружие, ну, там, такой же качественное, как западное. А сейчас на нас еще санкции обрушили, да, и экономика в целом ухудшается. Да, значит, наши возможности в этом смысле, ну, еще меньше теперь, и, значит, мы еще больше будем отставать. И ладно бы, страна не воевала в мирное время, так сказать, и черт с ним. Так, ну, когда война идет, это первостепенный вопрос, да. Значит, ну, не перетряхнув хозяйство Мантурова-Чемизова, которые этим занимаются, ты, так сказать, ну, ты не добьешься повышения эффективности этого аппарата. А как их перетряхивать, когда они, так сказать, старые друганы, да. Так если они самые надежные, на кого же тогда Путин будет опираться? Ну, вот я про это и говорю. То есть, с одной стороны, вот есть люди, с которыми ему комфортно, которым он доверяет, а с другой стороны, эти люди, так сказать, не отдупляют. Ну, то есть, вопрос есть, ответа пока нет? Ну, нет, да. Вот, ну, интересно понаблюдать вообще, что он выберет. Но я вообще, знаете, когда мне этот вопрос перед выборами задавали, я говорил, что вообще с точки зрения самой избирательной кампании, значит, опять же, для того, чтобы сделать свою победу более легитимной, более убедительной, ему перетряхивать правительство надо было перед выборами. Не после. Надо было это сделать перед выборами со словами, так сказать, дорогие граждане, ну, я хочу, чтобы вы не покупали кота в мешке, так сказать, а сразу видели мою команду, с которой я буду работать в следующий срок. Очень честно, демократично, так сказать. Это же заигрывания, наоборот, нет? Ну, надо же уважение демонстрировать по отношению к избирателю. Это заигрывание с позиции сильного, так сказать, понимаете? Это нормально. Так уж и быть. Да, 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 так. Ну, то есть, я вот, смотрите, меня обвиняют, что я не демократичен, ха-ха, три раза, так сказать, смотрите, какой я демократичен. Вот, пожалуйста, выбирайте, так сказать, вот мой новый министр, там, да. И это реально помогло бы ему переключить повестку, вот, сделать это в последнюю неделю кампании, например, да. И после этого любой результат уже казался бы чуть более легитимным. Ну, то есть, все бы знали, что повестка кампании была для Путина, так сказать, в целом благоприятной. Сейчас почему мы сомневаемся-то в этом результате, в том числе и потому, что там много, конечно, составляющих, но в том числе и потому, что мы видели, какая повестка реальная. Когда там Белгород бомбят каждый день, люди гибнут, значит, РДК вторгается на территорию России, значит, Навального хоронят, там толпы москвичей выходят на улицу, ЖКХ, значит, всю зиму замерзает, там, коллапс у них, вот, цены на яйца растут, эти самые беспилотники украинские, уже там половину нефтеперерабатывающих заводов, так сказать, разбомбили, ну, я там преувеличиваю, но вот как картинка выглядит, да, и в этой ситуации ХХ там 90%, ну, понимаете? А когда там все обсуждают, там, Путин банкует, там, вот новый министр, и все обсуждают его плюсы, ну, это выглядит так, то есть, средний обыватель скажет, даже скептически настроен, вот мы с вами скажем, ну, да, он, конечно, переключил повестку, и он, конечно, люди дураки, поверили в очередной раз, он пообещал, что вот у меня там молодые пришли, или, например, губернаторов много включил в правительство, там, я слышу голос регионов, так сказать, да, вот, ну, то есть, можно было спектакль делать, для, вот, и он этого не сделал, отложил это на после выборов, когда уже грош цена этому, с точки зрения public relations, так сказать, почему отложил? И я думаю, что, может быть, он вообще не собирается тогда сильно что-то менять, ну, то есть, там будут вот такие косметические какие-то перемены, ну, типа Дованкова там включим, вот, Харитонова там, может быть, есть тот мест. Ну, Слуцкого что, обидит? Слуцкого что, министром по делам женщины, если это гендерного равенства. Ужасные вещи говорить. Ну, да, извините, конечно. Про элиты. Мы как раз начали с вами вчера этот разговор, но буквально вот в самом начале его и остановились. В своем послании Совета Федерации Владимир Путин, так можно сказать, довольно угрожающе сказал, что вы, товарищ из 90-х, вы не думаете, что вы элиты. Настоящие элиты вот те, кто сейчас на войне и те, кто потом с этой войны вернется. Как вам кажется, эта угроза распространяется на тех же Ковальчуковых или Чемизовых, про которых мы сейчас с вами говорили? Или Владимир Путин другой элите угрожал? И кто сейчас вообще элита путинская? Ну, на самом деле, смотрите, вот это, кстати, постоянно меня обвиняют, я вижу там вот в Кентаре, так сказать, люди, когда используют термин элита, а это обычный политологический термин. Элита – это все, кто причастен к выработке политических решений. Тогда мы не имеем в виду, что это лучшие люди. А многие почему-то так читают. Ну, то есть, люди не знают, что это политологический термин, да, и считают, что элита, то, что это в общеязыковом смысле слова, не как политологический термин, а вот – это знак качества. Конечно, там, если говорить об элите с точки зрения качества, то какая это элита, это дворная, так сказать. Да и с точки зрения выработки политических решений это тоже дворная, в общем-то. Они обслуживают Путина абсолютно сервильная публика. Поэтому наверное правы люди когда считают, что не надо использовать термин элита. Давайте термин establishment использовать. Тут нет уже этой составляющей. Политический класс можно использовать. Ну давайте, да. Как вам удобно. В общем, конечно, настоящая элита это Путин. Все остальные это слуга. Даже все эти ковальчуки. Видите, можно взять его сына туда закинуть. И ничего. Как Сталин жену Молотова арестовал и смотрит как тот себя поведет. Вячеслав Михайлович В персоналистских автократиях, которые особенно дрейфуют в сторону тотальтаризма в сторону фашизма по-другому и быть не может. Происходящее в этом смысле закономерное. Конечно, эти разговоры о новой элите в лице героев СВО это такой пустой треп. В прошлом году он то же самое в послании говорил. Говорил, что мы их включим в избирательные списки Единой России. Прошу включить их в избирательные списки на предстоящих региональных выборах. Ничего этого не произошло. Все благополучно про все это забыли. Единая Россия, как всегда, навтыкала туда этих своих паркфункционеров. Был этот Сокол, кандидат в губернаторы Хакасии. Его там, как герои СВО, попытались изобразить. Для этого его за полгода до выдвижения он якобы добровольцем туда поехал, где-то там подвязался, вернулся в камуфляже. С треском провалился. С треском провалился. Это вообще была смешная история, конечно. То есть, конечно, даже в Хакасии. К вопросу об отношении глубинного народа к происходящему. Он начал свою кампанию, он туда приехал. Там надо понимать просто нашей аудитории, что там в Хакасии была уникальная ситуация. Там губернатор-коммунист Коновалов, тот, который в 2018 году, в предыдущий цикл, пришел на волне протеста. Он тоже, так сказать, поддержал СВО, как и все коммунисты. Он не был врагом Путина, но он был врагом Кириенко и некоторым образом врагом системы. И для Кириенко было делом чести его снести. Но поскольку Путин не считал его лично своим врагом, ну там, добро на то, чтобы его посадить в тюрьму, он не давал. А в результате выборов ну, сноси, пожалуйста. Кириенко ничтожил. Сумняшся, так сказать, решил из Сокола сделать героя. Сокол — это его кандидат. Значит, сделать героя своего. Отправил его, так сказать, якобы повоевать. Тот там вернулся, значит, весь грудь в орденах, так сказать. Ну, я уж шучу, там какая-то медалька у него была. Значит, весь в камуфляже. Приехал в Хакасию, начал избирательную кампанию. Буквально через пару недель там его политтехнологи, так сказать, сорвали с него этот камуфляж. Ну, выяснилось, что это все просто накачивает антирейтинг. То есть, его ассоциация с СВО работает реально против него. И тогда все, закончились все эти рассказы про его, так сказать, славное боевое прошлое, да, и он стал из себя изображать там суперэффективного менеджера, но все равно, значит, провалился позорным образом. Там же админресурс, нет? Там админресурс, ну, и частичный есть, конечно, да, но основной админресурс все-таки такой под Коноваловым, да, и там сфальсифицировать нельзя, там надо честно выигрывать. И вот единственное место, где им надо было выиграть честно, они просто предпочли сняться. Вот, так сказать, вопрос о популярности СВО в глубинке. В общем, кроме Сокола, других историй там практически не было. Ну, то есть, это все вот ушло в свисток, что называется. И нет никаких оснований считать, что сейчас что-то изменится. Это всего лишь подачка вот этим задникам, так сказать, всей этой публике, которая воюет. Ну, то есть, они за него же там кровь проливают, да? Надо время от времени что-то там в их сторону делать. Ну, вот он и сделал. А про преемственность внутри этого эстаблишмента. Вот мы только что посудили вот этот вот поворот мертвую петлю в биографии Кульчака-младшего. А что касается Патрушева-младшего, много было разговоров, не знаю, где-то на уровне слуха, где-то на уровне экспертного анализа, что Патрушева-младшего готовят на роль преемника. И вроде как Патрушев-младший, он же министр сельского хозяйства, насколько я помню, это самое большое, такое самое заметное его назначение. Как вам кажется, этот вариант все еще на столе? Что Владимир Путин думает про преемника? Насколько это актуально сейчас, чтобы мы с вами, например, это все обсуждали? Я думаю, этот вариант на столе, но в первую очередь не на столе у Путина, а на столе у Патрушева-старшего. Никаких поводов считать, что Путин этот вариант хочет, пока нет, потому что первым индикатором стало бы, если бы его повысили, сделали бы хотя бы вице-премьером. Министр сельского хозяйства-вице-премьер это абсолютно привычная для российской аппаратной практики жизнь. Таковых со времен Ельцина было очень много. Это большая отрасль, четверть населения страны целая живет на селе, занимается сельским хозяйством. Соответственно, министр-вице-премьер – это нормально. Это в аппаратном смысле слова бросается в глаза, это небо и земля. Если ты вице-премьер, у тебя уже есть апартаменты в Белом доме рядом с премьером. Ты совсем другой человек, это белый человек уже. Если ты министр, так ты в Белый дом приходишь и где-то на подоконнике в чужих приемных ошибаешься, ждешь, когда вызовут. Едешь по пробкам, откуда-то на совещание, потом едешь обратно по пробкам. Поэтому, конечно, это на самом деле очень странно выглядит. Есть и основания его назначить. Ведь с премьерами Путин этого не делает. Что за основания чисто бюрократически, что засиделся человеком? С одной стороны, папа крайне близок и крайне влиятельен, старый друг, все решает, лидер клана силовиков, ястребов. И с другой стороны, аппаратная практика сложившаяся, это предполагает. Какая тогда причина этого не делать? А он не делает этого уже 10 лет. А как вы думаете, какая причина? Я думаю, что ему эта история не очень нравится. История с преемником или конкретно с Патрушевым? История конкретно с Патрушевым. То есть, про историю с преемником я не могу сказать. Нет никаких вообще индикаторов. А конкретно с Патрушевым он почему-то не хочет его повышать. Но до сих пор, до последнего момента не хотел. Может быть, он понимал, что испугаются, так сказать, кольчуки. То есть, они прочтут это. О, неужели его в преемнике? И напрягутся, да? И начнут уже действовать как-то. И систему расшатывать начнут. То есть, систему расшатывает борьба между кланами, не обязательно направленная против самого Путина. Вот смотрите, на грань краха систему поставил Пригожинский мятеж. Но ведь Пригожин не против Путина бунтовал. Это был конфликт внутри ведомства. Это был конфликт с Шойгу, который в какой-то момент выплеснул на поверхность и реально поставил систему на грань коллапса. Вот. Вы не согласны? Я вижу. Не знаю. Я просто помню, как Пригожин говорил что-то про счастливого дедушку. Ну, слушайте. Один раз горячо сказал, но этого явно недостаточно, чтобы считать, что он начал действовать против... Ну, неужели? Подождите. Неужели Пригожин не понимал, что если он идет маршем на Москву, то это бунт не против Шойгу, а против Путина? Кто в Москве главный? Путин же. Он уже как бы и верил, и не верил. И вот туда ситуация, вот эта логика его конфликта туда затолкала, завела. Но если бы он все-таки шел против Путина, так он бы и дошел. Понимаете? А он же остановился все-таки. Мосты были заминированы. Да, но нет. Слушайте, нет никаких оснований считать. Вот он дошел почти до Московской области, значит, вообще не встречая практически никакого сопротивления. Несколько вертушек выслали, он их сбил. Для того, чтобы утверждать, что вдруг что-то там ему угрожало, это понятно. Сейчас Золотов рассказывает, как мы там оборону заняли героически. Ну, это треп. Понимаете? А если исходить из того, что происходило в реальности, то тогда мы видим, что никакого сопротивления не было. И пересек бы, ну, слушайте, он Бахмут брал. Он справился бы с Золотовцами. И с ФСОшниками бы справился. Он и остановился, именно с моей точки зрения, именно потому, что он понимал, ё-моё, что я делаю? То есть, я же не собираюсь, вообще-то режим развалить, я не собираюсь Путина свергать. Да? Логика конфликта его туда затолкала. Он пытался достучаться до Путина, прорваться к Путину. Он надеялся, что вот эти гады Путина, так сказать, обложили, ему в уши что-то льют. А я сейчас приду, ему объясню, что он не прав, и как надо всё делать. И он, наконец-то, согласится, поймёт и займёт, так сказать, правильную сторону. Я хотела бы ещё один момент уточнить. В такой логике, когда началась, когда запустился процесс уничтожения Вагнера как самостоятельная структура, когда Министерство обороны пыталась поглотить Вагнер, то за этим тоже должен был тогда, получается, стоять Шойгу, а не Владимир Путин. Не, ну, в мае, когда это всё началось, конечно, Путин дал добро Шойгу. Шойгу сам, без того, чтобы получить добро от Путина, слишком серьёзные такие вещи он делать не будет. Он такой аппаратчик осторожный. Не отморозит. Но Пригожин всё равно пошёл на Шойгу, а не на Путина? Ну, потому что это же был... То есть, Пригожин считал, ну, Шойгу его обманул, уговорил там сделать шаг, который неправильный. Вот и всё. Это же не был шаг, направленный против, так сказать, самого Пригожина. Путина уменьшили. Да, со стороны Путина. То есть, Пригожин не воспринимал его как... То есть, он понимал, что это неправильный шаг, плохой, но это не то, чтобы он там меня отверг. Нет, надо бороться, так сказать, достучаться до Путина. Надо доказать ему, что это неправильный путь. То есть, он в целом понимал, что если ничего не поменять, если будем воевать вот так, как сейчас воюем, то в конце концов проиграем, и все сядем, и система рухнет, и мы все сядем. А я не хочу. Мне... Мне... Я уже в достаточной степени много сделал для режима, чтобы с моим мнением считались. Чтобы Путин не только этих дурачков фанерных маршалов слушал, так сказать, да, но и меня там бывало у вояков, так сказать. Вот. А они, так сказать, обложили, отключили связь. Помните, как он жаловался, так сказать, удостоверение отобрали. Телефон не работает. Телефон отключили, ну, спецсвязь отключили, значит, удостоверение забрали, типа теперь не могу до них достучаться. И по мелочам гадят, там, снарядов не додают, так сказать, там, контрактов лишают, там, вот. И он пытался исправить эту ситуацию. Ну, а в силу там темперамента и привычки вот этой бандитской решать все напором и криком, он действовал соответственно. И в итоге, ну, все-таки, он остановился, понимаете, он мог уже, в принципе, если бы речь шла о мятеже против, бунте против Путина, он мог идти дальше. Он был в достаточной степени отморожен. А он остановился именно потому, что понял, что елки-палки, получается, ну, что я сейчас борюсь, борясь с Шойгу, я реально там обрушу всю систему. И тут ему вот, Лукашенко, говорит, ты что дурак делаешь? И тут такой, елки-палки, а что я здесь сегодня делаю-то? Как-то так у них получилось. Почтение Кымайк. Десять лет аннексии Крыма буквально на днях исполнилось. Эта прививка, она еще действует? Вы имеете в виду, это консенсус? Нет, конечно нет. Она уже в восемнадцатом году, она было видно, начинает серьезно, так сказать, сдавать. Ну, то есть, она как бы есть, но уже уходит на задний план. То есть, на фокус-группах это очень хорошо было видно, что избиратели перестают этим делом оперировать. А сейчас это уже все такая забытая история. Можем ли мы предположить, что если Украине, когда если Украине удастся вернуть себе Крым, это может, это не станет последней соломинкой для режима Владимира Путина? Может ли Владимир Путин потерять Крым и остаться у власти? Очень трудно ему будет это сделать. То есть, это будет не потому, что россиянам этот Крым шибко нужен, да в гробу они его видали. И типа, непростима отдача Крыма. Не. Просто это, все знают, что такое для Путина и все прочтут это как проявление невероятной слабости. А слабый Путин никому не нужен. Единственный источник его легитимности это как раз его предполагаемые силы. Других источников легитимности в случае с ним вообще нет. и поэтому отдача Крыма это просто фиксация поражения для него лично. Для россиян это будет знаете, была без радости любовь, разлука будет без печали. Ну, то есть, это исключительно личная история для Путина. Да, конечно. И война в целом вот эта личная его история это такая авторская война если можно так выразиться. И Крым, да. Ну, это персоналистский режим, это очень персоналистский режим. это реально вот французы через вот эту историю государства это я прошли в 17 веке. А мы вот так слегка подзатормозили и мы через это проходим в 21 веке. Мы вчера с вами обсуждали какой будет ночь для Эллы Памфиловой. Как вам кажется, каким было утро для Владимира Путина? А вы, кстати, видели, что она там говорила? Она же реально какая-то, ну, такая, не видели картинку? У нее что-то вот по-моему даже с дикцией случилось. Ну, перенечил человека. Ну, да, вот, то есть, видно было, что, ну, то есть, она как-то вот такую, во-первых, чушь несла какую-то. Вот. Ну, то есть, вообще не по делу. То есть, представитель Центризберкома должен демонстрировать отстраненность от текущей политики, он должен быть объективным. Вот. А она такая вот, там, с выпущенными глазами, значит, ну, как будто она Кириенко. Понимаете? Может, она в его кресло метит? Ну, нет, конечно. Вот. Значит, какой была ночь для Путина, я говорю, он расслабился, он, может быть, впервые наконец-то спал спокойно, не вскакивал там по ночам, по ночи, не кричал там «мама». Вот. Он сейчас вот на расслабоне. Ему кажется, что все, он гарантировал себе будущее надолго. Помимо этого небольшого отпуска, который, возможно, у себя устроит, как вы думаете? Я не думаю, что он небольшой. Какие вот следующие политические шаги? Что ему надо сделать, чтобы хотя бы оставаться на месте? Бежать втрое быстрее? Десять раз быстрее? Ну, конечно, ему надо реально устроить чистку аппарата. Да, ему надо реально делать его более эффективным. Но, повторюсь, это не отвечает его собственному мироощущению, да? Он просто ко всем к ним прикипел, ему с ними комфортно и ничего менять не хочется. То есть, ему вообще ничего не хочется менять. Хочет, чтобы все оставалось как есть. И что он предпочтет в этом смысле, вот, я не знаю, не понимаю. Вот. Ну, логика политической борьбы, конечно, будет заставлять его раскручивать маховик репрессии дальше. Это само собой. В отношении кого? Ну, всех. То есть, строго говоря, в отношении врагов критиков в первую очередь. Но в какой-то момент под каток, мы же из 37-го года хорошо знаем, что в какой-то момент под каток репрессий начинают попадать и лоялисты тоже. Это неизбежно. И тому же, да. Ну, то есть, условно говоря, чекисту, которому даны полномочия искать врагов, в какой-то момент он, допустим, обратит внимание на то, что ты занимаешь должность, которую вполне мог бы занимать, например, его брат, друг какой-нибудь. И ты контролируешь какие-то финансовые потоки, которые он мог бы сам контролировать с удовольствием через кого-нибудь. Понимаете? И это и простых граждан касается. Кто-то решит, что твоя собака слишком громко лает и можно написать на тебя донос, что, значит, ты выражался, клеветал на российскую армию в приватном разговоре. Они же уже начали возбуждать уголовные дела за приватный разговор. То есть, раньше для того, чтобы ты попал под раздачу, нужно было говорить что-то такое плохое, с их точки зрения, в паблике, публично. Вот интервью даешь, тогда да. А в приватный разговор, за эту нелояльность в приватных разговорах она не каралась. А теперь она начинает караться. Вот. И в этой ситуации уже никто не защищен, в принципе. И на самом деле народ это очень неплохо понимает, они это чувствуют. Ну, вот этот, если что-то мы вынесли из 37-го года, так это вот как раз вот это, что нет той степени лояльности, которая гарантирует тебе безопасность. Насколько Путину важно победить в войне? Ну, это для него вопрос жизни и смерти в политическом смысле слова, во всяком случае. Может, уже и не только в политическом. То есть, если Путин проигрывает войну, то шансов удержать власть у него будет очень мало. Ему не удастся замылить войну? Переключить внимание? Как-то вот... Ну, нет, в какой-то степени он это попытается сделать, и он, конечно, сделает, но факт поражения не скроешь. Ну, война все-таки слишком большое место занимает в жизни страны. Значит, новой мобилизации быть? Да, шанс очень велик. То есть, я не очень себе представляю, почему он от нее откажется. Но только если он решит, то решит проблему с помощью ядерного оружия, но я думаю, что все-таки он не решится, потому что против этого будет и Китай, то есть, даже все союзники. Это слишком радикальный шаг. Давно ему важно, что остальные страны думают? Ну, он не может же остаться совсем без, допустим, параллельного импорта, без рынков сбыта. То есть, тогда просто экономика, она и так деградирует, но она будет деградировать в разы быстрее. Может, просто надо будет еще больше денег? Ну, да, а откуда деньги брать? Надо же их зарабатывать. Налоги новые? Не, ну, то есть, это вот курица, которая несет золотые яйца, и тут, поскольку у тебя нет других источников мяса, ты приходишь и ее режешь. Вот. Ну, то есть, налоги-то берутся из, так сказать, из экономики, то есть, граждане занимаются какой-то там экономической активностью, торгуют, в том числе, с Китаем, например, зарабатывают, и ты с этих заработок уберешь налоги. А если у тебя, вот сейчас у тебя там и Индия покупает, значит, нефть, например, да, хотя все меньше, да, и вот есть экономическая активность, есть заработок. А, значит, тебе представьте, что ты там своими ядерными экзерсизами напугал всех, они все уже там против тебя, и совсем ты в изоляции. Ну, это вот Северная Корея, я не экономист, но я знаю, что идеалы вот этого чучхе, так сказать, полностью замкнутые на себя экономики, самовоспроизводящиеся, не занимающиеся торговлей с окружающим миром, ну, они абсолютно нереалистичны. То есть, их пытались, многие пытались выстроить их. Это ведет, неизбежно ведет к деградации. Вот эта ориентированность на собственные рынки, так сказать, импортозамещение, все, да, это все путь такой тупиковый. Поскольку я считаю, что ядерное оружие это слишком такой радикальный сценарий, то, наверное, все-таки ему без мобилизации не обойтись. Потому что затянувшаяся война, такая вот окопная, но она не отвечает его интересам. Через несколько лет она реально доведет дело до революции. То есть, это вот как война 1914 года, Первая мировая, довела до Великой Октябрьской революции. Ну, сначала до февральства, потом до Октябрьской. Вот. И здесь будет такая же история в конце концов. Что ждет? Поэтому войну ему надо заканчивать, но причем обязательно выигрывать. И поэтому надо... Что ждет политических заключенных? Ну, я думаю, что продолжится то же, что сейчас. Ну, то есть, массово их убивать, я думаю, все-таки не будут. они не создают ему таких проблем, как Навальный. Поэтому их только совсем обезумят, но все-таки думаю, что нет. Ну, пока не вижу оснований считать, что прямо вот до этого дойдет. Ну, так же будут сидеть, пока режим не рухнет. Много было разговоров о том, что Владимир Путин сильно зависит от событий в мировой политике и, например, очень ждет, когда Трамп вернется в Белый дом. Существует ли эта зависимость сейчас, после выборов? Да, конечно. Ну, а ведь он с помощью этих выборов ни одной внешней проблемы-то не решил. Ресурсов у него не стало больше для того, чтобы воевать. Ему же надо побеждать Украину, знаете, заканчивать войну, победу. и в этом смысле он рассчитывает на Трампа, и Трамп является, ну, если не единственной надеждой, то, наверное, точно главной надеждой в этом смысле. Напоследок несколько личных вопросов, если позволите. В 2020 году вы вошли в экспертный совет партии «Новые люди». Находитесь ли вы там до сих пор? Ну, Ну, то есть формально я не выходил, это же такая неформальная штука. То есть я общение с ними прекратил уже давно. Я где-то год там продержался, и через год уже там начинались думские выборы, вот, и я так понимаю, новые люди совпадали в такую окончательную зависимость от Премля, и там они уже не могли себе позволить такую фронту, как общение с Галямовым, потому что кириенковцы меня сильно не любили. В начале, когда все только начиналось, они мне предложили, я сказал, слушайте, ну, меня кириенковцы не любят, поэтому вряд ли вам это разрешат. Они тогда сказали, ну, мы не настолько, так сказать, от них зависим, чтобы прямо они нам все диктовали, все условия. Понятно, что мы не, так сказать, не революционеры, вот, но диктовать нам кто там об, значит, в вашем экспертном совете, в нашем экспертном совете, они не могут. Вот, нам там нравится, так сказать, то, что ты говоришь, то, что ты пишешь, там, мы считаем, что твои советы нам помогут, поэтому, типа, давай. Ну, давай, это был ковид, мы дистанционно, так сказать, общались, вот, а потом общение такое постепенно, по мере приближения к думской компании, они, так сказать, все реже обращаются, и вот, все как-то так умерло. Ну, а после начала войны, и после того, как они там зиганули, стало вообще невозможно. А вы не хотите как-то официально оформить этот выход из экспертного совета? Ну, если бы я был политиком, как вот, то, о чем я говорил, да, ну, я бы, наверное, да, это сделал. Я это, ну, читаю, не нужно. Не работаю, не работаю, все. Какое было самое сложное решение в вашей жизни? Интересно. Ну, может быть, вот, переездив в Израиль, наверное, может быть, утонул. Вот, решение, поменять места работы? Да нет, они не были какими-то особосложными, в общем-то. Я не смогу, наверное, ответить на ваш вопрос, потому что, вот то, что те решения, которые ты, когда-то, в прошлом принял, ну, они в прошлом, нет какой-то эмоциональной связи с тем моментом уже, да, и ты не можешь уже оценить, насколько, насколько он, этот, момент сложен. Решение о жене тебе может быть. Да, наверное, я был такой закоренелый холостяк, и, в общем, я, это надо вообще? Конечно, это очень. Я же фольтолог, в первую очередь. Вы не поверите, но мы уже третий человек, который отвечает именно так. Решение о жене было самым сложным, да? Не, я не уверен, я сомневаюсь, да, вот, переезд из Израиля, может быть, просто я был такой закоренелый холостяк, и мысли о том, что как-то вот это все закончится, да, вот, то есть, у тебя вот ощущение, что, ну, перед тобой вот есть ворота, да? А веселая жизнь была, кстати? Да, ну, такая, достаточно. Ну, в хорошем смысле слова, там, да. У всех свое понимание хорошее? Не-не, в хорошем, безызвешиваться, так сказать. Да, значит, ну, просто вот, ну, ты надел кольцо, и ты как бы несешь ответственность за свой выбор, да, на право и налево ты уже, так сказать, там, ну, то есть, исчезает даже не то, что мне сильно нужен был на право и налево, наверное, нет, ну, просто, вот, я считал невозможным, что когда ты создал семью, после этого, там, нельзя уже ее развалить, нельзя, там, уйти из семьи, особенно, если дети будут, там, да, вот, и поэтому я это все время оттягивал, потому что, ну, вот, все-таки мне нравилось, ну, да, я сейчас пока с этой девушкой, так сказать, ну, если сейчас, вот, другая понравится, влюблюсь, ну, и уйду, потому что, ну, как бы, вот, семьи же нет, а тут все уже, вот это ступорограничитель, такой, да, и поскольку я был такой, ну, достаточно влюбчивый, в общем-то, не то, что я сильно влюблялся, ну, как, ну, мне нравились там девушки какие-то, да, мне вот казалось, что эта штука меня сильно ограничит, и я никак не мог решиться, а потом, в какой-то момент, ну, вот, я свою нынешнюю, значит, не нынешнюю, она моя первая и последняя, так сказать, своей супруге я благодарен, в том смысле, что она поставила меня перед выбором, то есть она пришла и сказала, значит, я там уважаю твой выбор, да, если ты не хочешь, ну, давай расстанемся, будем друзьями, так сказать, вот, так что, я уже все решил, и если ты, значит, мы не оформляем брак, ну, то есть мне надо рожать уже, до возраста, детей делать, если ты не готов, ну, я просто завтра от тебя выезжаю, и я так, я говорю, всего тогда, не мешай, я буду думать, лег на кровать, закрыл комнату, лежу, в потолок смотрю, значит, размышляю, и вот, и тут я понял вдруг, ну, то есть я реально представил, что завтра ее здесь не будет, и мне так плохо стало, и я понял, что, а если это не любовь, то что еще тогда, любовь вообще, да, что тебе еще надо хорняк, вот, я пошел к ней, говорю, ну, вот, горе все на синий плане, интересное предложение, да, не, я на самом деле, ни разу не пожалел об этом, прошло уже, больше, 10 лет, уже, ну, скоро 15, да, 15, в этом году 15, кстати, в апреле, да, не забудьте поздравить, спасибо, значит, я ни разу не пожалел, то есть, вот теперь я, ну, точно знаю, как заключаются счастливые браки, совсем не стандартно, совсем вот, не так, как это в романах, так сказать, в кино, вот, может, это тогда, самый сложный выбор, не знаю. Извините, я не могу вас не спросить, но вы без кольца сегодня, вы не носите? Я его очень давно не ношу, ну, как-то, ну, супруг мне напрягается, по этому поводу вообще. Я даже не знаю, честно говоря, где она. То есть, я его честно носил какое-то время, ну, и мне реально было, ну, физически, некомфортно. Она, кстати, по-моему, тоже не носила. А сейчас вообще на Кипр улетела. Ну, вот, так что, кто из нас еще пострадавший, то еще надо разобраться. Встреча одноклассников у них, понимаете, там, А вы встречаетесь, кстати, с людьми из прошлого? Ну, я с кем-то общаюсь, но сейчас я в России еще не езжу, я же там враг от Отечества. и поэтому общение, ну, то есть, я с кем-то, конечно, общаюсь, с друзьями детства, в том числе, и созваниваемся, и я приглашаю к себе в гости. Ну, после короны, наверное, я никого практически не видел, ну, за исключением тех, кто вот там живет в Европе, там, путешествует активно. Вот. Ну, супруга тоже вот с ними долго не общалась, поэтому вот то, что у них созрело, там, встреча одноклассников на Кипре, это как раз, ну, она так, я видел, с каким энтузиазмом она к этому, так сказать, отнеслась, поэтому, ну, мысль о том, что я ей помешаю, скажу, нет, не едь, но она мне, она мне даже в голову не приходила, честно говоря, ну, потому что я сам ездил там сотни раз, она меня отпускала, без всяких проблем, поэтому, ну, думаю, ладно, пусть родокс ездит. Остался на хозяйстве, вот я с четвертыми детьми. И как справляетесь? Ну, да, теща помогает. А вы, ну, прям по-честному с детьми занимаетесь? Ну, стараюсь, занимаюсь, занимаюсь, ну, то есть, конечно, не так интенсивно, как надо было бы, но, но, стараюсь. А что самое главное, что вы хотите им передать, чему хотите их научить? Ну, не хочется, чтобы они были очень, ну, то есть, чтобы они, у них была привычка, чтобы они были трудолюбивыми, чтобы у них была привычка работать, вообще, да, чтобы не были лентями, вот. Но, конечно, первое правило, которое я, и которому я их всех учу, это правило золотое правило морали, золотое правило этики, не делать другому того, чего не хочешь себе. Даже не потому, что там, я хочу, чтобы они были ангелами, какими-то, но я знаю, что в жизни, если ты так себя ведешь, это реально тебе помогает, на самом деле, люди это ценят, но в нормальном обществе. Если общество ненормальное, в любом обществе, понимаете, есть что-то от Бога, есть что-то от дьявола, вот, как и в любом человеке. И задача политической системы, я все на политику сворачиваю, шплитолки, значит, задача правильной политической системы провоцировать первое и подавлять второе. То есть, то, что вот от Бога есть, да, вот это, оно есть в любом народе, да, вот, вот его надо, так сказать, помогать ему раскрыться, а то, что от дьявола, надо давить, и с людьми так же. Проблема нынешней России в том, что вот четверть века что от Бога, так сказать, он подавляет, а все то, что от дьявола, он пестует и объявляет это хорошим. Ну, лишить отца, значит, отцовских прав, и ребенка отправить в детский дом за антивоенный детский рисунок, это нормально, это патриотично, понимаете, вот, вот что происходит. В этом, в этом беда России. И, предчувствую, что так оно и будет, я, собственно, поэтому детей решил увести, ну, то, о чем я вчера говорил. Событие, определившее вашу жизнь? Рождение. Ну, не знаю, но такой вопрос, ну, такой, много, наверное, этих событий, это, ну, там, выбор образования, выбор места работы, выбор любимой женщины, ну, как-то вот, вот, ну, вот, вот такие выборы, вот они определили жизнь. Рождение действительно хорошее. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова